Всем привет! Всем привет! Всем привет! Всем привет! Слышно ли меня? Слышно ли меня? Слышно ли меня? Здравствуйте! У нас сегодня безнапряжный понедельничный стрим, майские праздники и в России, и в Великобритании. Как уже было сказано, в Великобритании нет традиции писать в календаре красный день, там день того-то, вот того-то. Все называется банковский выходной или, как шутит наш друг Глеб Кузнецов, выходной на банковой. Но так или иначе, мы сегодня с вами вместе отдохнем ближайшие полтора часа, и у нас сегодня гениально Александр Петриков к теме дня, которая, в общем, настолько как бы очевидна до плоско, до плоскоты, да, в смысле плоская она, что особенно и говорить о ней нечего. Сергей Лавров сказал некую глупость, а именно, что вот как бы там ему говорят, значит, откуда нацизм на Украине, ведь зеленские евреи. Наш Лавров сказал, ну типа, по некоторым данным, еврейская кровь была и в Гитлере, и, как известно, из самых, из евреев получаются самые лучшие антисемиты. Забавно сегодня наш подруга Ксения Собчак, желая опровергнуть Лаврова, стала как бы углубляться, ну не знаю, во что, в Википедию или в Гугл, но получилось забавно, она стала говорить, да, писать, написала большой пост, да, конечно, есть масса разночтений по происхождению Гитлера, он был незаконорожденный ребенок, его мама работала, там какая-то фамилия, или, по некоторым данным, у Ротшильдов. То есть, Ксения, опять же, пыталась опровергнуть, в итоге написала какую-то еще большую дичь, но, тем не менее, да, вот такая ситуация. Лавров сказал, да, очевидно, нечто запредельно недопустимое, как интерпретировали израильтяне, и здесь как бы за ними последнее слово по понятным причинам, что если Гитлер еврей, значит, получается, Холокост это не более чем уничтожение евреев евреями, ничего особенного внутри еврейская история. И да, то, что напрашивается первая мысль, даже не у меня, в разных обсуждениях это видел, и мне нечего возразить. Как будто бы Лавров, ну, как бы нарочно, да, совершает такого рода самострел, но, в самом деле, теперь как он будет вести переговоры с Израилем? Израильтяне будут, неважно, кто его контрагент, там, министр, премьер, новые имена какие-то, старые имена. Ага, ты тот самый Лавров, который говорил, что Гитлер еврей, ну, давай доказывай нам, что Гитлер еврей, а мы тебе докажем, что ты идиот. И действительно, поскольку, ну, такая-такая же история, помните, был первый майданный министр, на самом деле, Украины, недолго проработавший, и как была его фамилия? Дещица, кажется, да? И почему, как бы, его сняли, да, причем довольно быстро, в 2014 году, потому что, причем, это российская пропаганда подавала, он вышел и спел Путин хуйло. На самом деле, было все драматичнее, его поймала какая-то толпа на Майдане, буквально, или возле министерства, толпа украинских радикалов, типа, летом 2014 года, или даже весной. И говорят, ну, скажи, скажет еще про российский, да, скажи, кто Путин? И он говорит, Путин хуйло, то есть, как бы, не скажешь, убьют. Но, несмотря на это, его карьера буквально закончилась, потому что, действительно, человек, который, работая на должности дипломата, говорит, что Путин хуйло, не должен быть дипломатом. Здесь похожая история, и да, мы отбрасываем там все темы, что Лавров старый сумасшедший, Лавров наркоман, что угодно, допустим, он продолжает оставаться Лавровым с ясной головой, профессиональным дипломатом, и, допустим, он сознательно выступил про Гитлера, чтобы, действительно, закончить этим свою карьеру, пусть и скандально. И если так, да, если мы допускаем, что это так, давайте еще подумаем, а что может быть вот буквально там впереди, в календаре, что заставляет Лаврова так себя вести, чтобы, ну, вот, быть отправленным в отставку. Другое дело, что вот я это произношу, как бы пропитанный разговорами о самостреле у себя в густапсовом чате и где угодно, и понимаю, да, улыбка скользит по моему лицу, потому что, конечно, сама конструкция, да, человек, высокопоставленный деятель путинской России, и что-то такое говорит в расчете на отставку, боже мой, так это не работает, как мы понимаем, и там масса есть примеров людей, которые говорят какую-то запредельную дичь и, соответственно, никак не теряют должностей, а скорее даже наоборот. Ну и опять-таки тут можно обратиться к нашему Медведеву, у которого сегодня в очередной серии его телеграм-канала Украина села своим откормленным задом, там, не помню куда, на лицо или на шею западу. В общем, понятно, риторически, да, российское государство, российская власть уже сползает куда-то далеко вбок, вниз, в дно, и, соответственно, действительно, даже если Лавров говорил о Гитлере, желая быть за это наказанным, наказан или освобожден он не будет. Ну, в общем, такая история, я говорю, она плоская, что здесь добавить, кроме того, что мы сегодня узнали, что по-монгольски еврей будет еврей, потому что, видимо, это слово принесли им советские специалисты, которые вместе с Яковом Блюнкиным приезжали, приезжали еще в Ургу, даже не в Улан-Батор, в начале 20-х годов, до этого там еврея не было. Но и заодно про Блюнкина моя любимая и, по-моему, негуглящаяся история, хотя откуда-то ее и вычитал, да, что вот Блюнкина, да, сослали, а, я помню откуда она, она из копипасты Яша Блюнкин, первый подонок. Значит, его сослали, значит, послом полпредом еще Советского Союза в Улан-Батор в 1927 году и, соответственно, на банкете по случаю десятилетия Великой Октябрьской революции Яков Блюнкин, советский посол, напился и блевал на прответ Ленина, повторяя, прости, Ильич, виноват не я, виновата злоебучая система. Ну, собственно, это, что называется, маленькая лирика на тему монголов, также покупаете свитера фирмы Гоби, ну и к более каким-то серьезным вещам, которые наш друг Александр Петриков, желая, я понимаю, сейчас я это объясню, желая каким-то образом меня подколоть, внизу, если вы видели внимательно обложку стрима, в углу экрана написал, пока Кашин не видит, да, сегодня 8 лет убийства русских в Одессе. На самом деле, да, вот есть слово пиша, да, а есть слово срязь. Срязь с либералами, громко, натужно и так далее, и так далее, я даю вам, наверное, повод забыть, что гораздо более, наверное, тяжелая история у меня с новыми оппонентами справа, с русской аудиторией, которая во многом мною недовольна в связи с занятой мной позицией по этой войне. И Александр Петриков, не будучи, как бы, таким радикальным представителем этой аудитории, все же к ней относится, и регулярно, как бы, работая над очередными текстами и стримами, мы производим какие-то споры, которые раньше, наверное, были просто невозможные, там, я переживаю, он, наверное, переживает, ну, в общем, элемент этих споров здесь перед вами. И на самом деле, вот, помимо того, что, там, Одесса, я в первой статье в день начала войны писал, что по-иному, в связи с войной, начинаешь на все это дело смотреть, именно, что, вот, как бы, трагедия абстрактная в вакууме помещается в контекст, и уже, как бы, этот контекст, ну, вот, сегодня, опять-таки, Олег и его прогнозы, там, днем составляют уж поргалку для своего стрима, я написал, поскольку раньше говорил, ой, не дай бог, не дай бог, второго, значит, мая будут бомбить Одессу. Написал, значит, ну, слава богу, сегодня все обошлось. Естественно, вот, после того, как я это написал у себя в поргалке, был нанесен удар по какому-то объекту инфраструктуры и по какому-то религиозному объекту, я видел только такого рода формулировки в украинских новостях, и вроде бы погиб 13-летний подросток сегодня от российского удара. В общем, как бы такая, как бы, годовщина, так она отмечается, но, собственно, я уже рассказывал, да, я помню, как я узнал об этом пожаре, мы ехали в гости, прямо скажем, к Коху, типа, вот, буквально вечером 2 мая, да, и, соответственно, читая телефон, я постепенно, постепенно стал обнаруживать, что некие столкновения в Одессе перерастают в нечто более впечатляющее, более шокирующее. У Коха была компания некоторых людей, условно либеральных взглядов, ну, там, без имен, да, но при этом, вот, ну, вы понимаете, да, такой стандартный фейсбучный, фейсбучный нарратив, и уже, там, к моменту, когда все собрались, особенно, ну, собственно, было уже понятно, что вот случилась такая история, да, и сказать, что там кто-то говорил, боже мой, какой кошмар, как жалко убитых людей, нет, было нельзя, и я не передаю никакие секреты, там, не знаю, чужих застольных бесед, потому что ровно таким в тот вечер был наш Твиттер. Мы помним, просто так получилось, да, именно ее вынесло волной на всеобщее обсуждение, Полина Немировская, она мог быть на ее месте кто угодно, да и были, да, типичный пост тогдашний, типичный твит тогдашний российского либерала, тем более украинского комментатора, мимо Дома профсоюзов, я без, там, не знаю, коктейля Молотова не хожу. И да, вот, Полина Немировская писала, опять-таки, горела вата, понаехали, как бы, и так далее, и так далее, ну, и, собственно, вот, в этих разговорах того вечера, также я, главное, что вынес, ну, там, да, погибли люди, представляете, у них у всех российские паспорта, или же они из Приднестровья, ну, понятно, понятно, второй славян, второй стрелков. Потом это рассосалось, ну, собственно, вот, на самом деле, да, я сегодня читал, вы мне советуете читать Михаила Пожарского, я читаю, то есть смотреть видео нет, так, прочитал сегодня его пост, и, в принципе, да, у меня был похожий пост в том же 2014 году, что, да, естественно, как бы, это нельзя назвать спланированной расправой, собственно, показательной казнью, и так далее, и так далее, была на глазах происходившая эскалация насилия, те бьют этих, эти бьют этих, эти бьют, не могут побить этих, и идут бить тех, кто как они, кто сидит на Куликовом поле, и те закрываются в доме профсоюзов, ну, понятно, снежный ком буквально, и если бы это был просто снежный ком, может быть, и не было бы такого ощущения пронзительного, да, от пожара в Одессе, если бы не последующая реакция, причем и вот это, как бы, первое эмоциональное и, значит, честное, да, сгорело вата, но, как бы, и хорошо, не жалко. Дальше уже рассуждение, да, аналитика, что, ну, вот, благодаря тому, что сожжен дом профсоюзов, соответственно, не будет Одесской Народной Республики спасли. И вот как раз именно, там, и визуальный образ, да, девушки такие майданного типа, активистки с добрым лицом, да, условно говоря, наливающие коктейли Молотова, именно это, да, создало вот такой инфернальный образ трагедии в Доме профсоюзов. Если бы сразу после этого все и в Москве, и в Киеве ахнули бы, боже мой, какой кошмар, как ужасно насилие, как ужасно, когда невиновные люди сгоряют заживо. Но этого, как мы понимаем, не было. Были стримы, там, депутата Гончаренко, были всевозможные комментарии, там, заголовки украинской прессы и так далее, и так далее. И именно на этом все это было построено. И, собственно, вот, топнул Нил, и здесь я хотел как-то отдельно к этому подойти. У меня двойная рубрика «Чтение вслух». Давайте я закончу, собственно, с сегодняшней годовщиной. И вот, собственно, канон, да, канон российской реакции, ну, стандартная история, да, я смотрел от детства по телевизору, у меня сжимались кулаки, выступали слезы, я не мог сидеть дома, поехал там, нашел, нашел пути, записался добровольцем в ДНР. Это стандартная история, она, насколько можно судить, не преувеличена пропагандой. Есть такие люди, кого-то я знаю лично, про кого-то слышал от людей, которых знаю лично. В общем, действительно, это для многих была поворотная точка. И вот, но сейчас, да, когда уже, да, одесская трагедия меркнет и на фоне погибшего сегодня мальчика, и на фоне всего, что было на протяжении двух этих месяцев, вот просто, да, без даже комментариев, прочитаю вслух сегодняшний пост, как вы могли его читать, Дмитрия Ольшанского, давайте прочитаю, может быть, не весь, он длинный, но, по крайней мере, да, пост стандартный, да, пост умного, талантливого человека, который, скажем так, пытается, да, соблюсти интонацию и настроение трагизма. Итак, 8 лет назад украинские бесноватые убили русских в Одессе. Почему мы помним этот день, никогда его не забудем, и почему он связан для нас с каким-то особенным переживанием трагедии? Дело даже не в самом убийстве безвинных людей, это всегда катастрофа, но люди то и дело умирают из-за кого-то, а сейчас, когда идет бойня, и тем более гибнут со всех сторон от всех причин и по чьей угодно вине. Но Одесса это не просто смерть, не какое-то банальное преступление, каких много во времена войны и революции. Дело в том, что украинские бесноватые совершили человеческое жертвоприношение. Это было демонстративное картинное убийство, смысл которого был в упоении, наслаждении злом в создании картинки зла, эффектном позировании в роли мстителей и палачей. Этот театральный садизм, а таки эмоциональный центр украинского национализма, совершенно чушь русской культуре. На нашей стороне, разумеется, можно найти уголовников, бандитов, негодяев, убийц. Но невозможно найти нормализацию и романтизацию погромно-анархического безумия, когда линчующие, топчущие, громящие и убивающие безоружных с издевательствами и проклятиями медленно с удовольствием выставляли бы эту свою черноту на показ, навстречу ликующему народу, который аплодирует уголовщик и не пляшет вокруг нее. Именно эта, стопроцентная Украина, в самом худшем смысле слова, тот бес, который ей правит. И столкновение с этим театром жестокости вызвало такой шок в России. Попутно столкновение с полным равнодушием либералов к этому театру жестокости вызвало еще один шок. И когда мы сейчас пытаемся выяснить для себя, какую нравственную задачу мы могли бы решить в этом конфликте, есть что-нибудь, в чем мы могли изменить Украину к лучшему, ответ находится здесь. Мы не можем щелкнуть пальцами и победить воровство, тупость, какие-то тайные преступления по подвалам. Но раз она всегда избавит те земли, куда мы приходим, и тех людей, что начинают жить с нами от политического садизма, от наслаждения злом и демонстративного уничтожения невинных, этого беса Россия может прогнать и прогонит. Но этот мрак майской Одессы останется в нашей национальной памяти навсегда. Ну и здесь на самом деле сидишь и понимаешь, отчасти мы, наверное, пересеклись в том, что я сказал выше, но тем не менее сидит Ольшанский и пытается доказать, что, опять же, пиша этот текст, он плачет, он переживает. И уже не получается, потому что на остальном фоне Одесса действительно ушла в архив 14-го года. Тогда это было. Ну и, собственно, я помню, что у меня не было текста об Одессе, но мог забыть. И, соответственно, я погуглю буквально, что я писал об Одессе и нашел, я попробую его тоже прочитать, 16-го года текст, в котором она упоминается вскользь, но, собственно, вы поймете. Текст, собственно, на тему того, что было бы, если бы Россия дословно не аннексировала Крым. Накануне второй годовщины высадки российских военных в Крыму Олег Кашин размышляет о том, могла ли история пойти иначе. Люди в Севастополе постояли на площади и разошлись. Демонстранты в Симферополе потолкались у Крымской Верховной Рады и тоже разошлись. Да, кто-то вывесил над зданием российский флаг, но приехала милиция, флаг сняла, флагоносца не поймала. Российские телеканалы показывают Аксенова Чалова. Они что-то говорят, патетическое, но с каждым днем их слушать все менее интересно. Крым успокаивается и вся Украина тоже приходит в себя. Хедлайнеры контрреволюции, харьковские Кернес и Добкин сначала робко, потом в полный голос переприсягают новой власти. Хозяин Донбасса Ринат Ахметов что-то говорит о том, что надо услышать Донбасс, но что имеет в виду, непонятно. В Донецке тоже все спокойно, в огромном красивом аэропорту приземляются редкие самолеты, люди едут в гости к родным или на матче шахтера, так-то Донбасс не самое популярное туристическое направление. Еще одна существенная деталь – все живы. Список погибших ограничен февральской киевской небесной сотней, и те люди, которые теперь известны как киборги или герои АТО, в живых остались все и больше времени проводят на Майдане, требуя к ответу уже новой власти. В городах Донбасса нет разрушенных домов. В неразрушенных домах живут и здравствуют те, кого в нашей реальности давно похоронили. Десантники Псковской дивизии тоже прожили год без потери, теперь готовы к высадке в Сирии, если там все-таки потребуется наземная операция. В Одессе в Доме профсоюзов повышена арендная плата, арендаторы недовольны и ворчат. В далеких Нидерландах никто не знает, где находится город Торрес, и почему это может быть кому-то интересно. Если так фантазировать, то вообразить такую весну 2014 года несложно, на уровне риторики все могло быть как сейчас. В Москве бы пугали повторением Майдана в России, рассказывали бы об украинских радикалах, которые вот-вот начнут всех резать. А на Украине ловили бы российских агентов, запрещали бы российское кино и устраивали абструкции певицы Ани Лорак, потому что она была за Януковича. Параллельно, конечно, торговались бы по газу, обсуждали аренду военной базы в Севастополе и судьбу кредита, который Янукович успел взять перед бегством. Обо всем бы договорились, но нервы бы друг другу потрепали. Да, все это легко нафантазировать. Вот только есть какие-то вещи, которые некуда деть. И постмайданную энергию Украины, российское желание реванша за крупнейшую геополитическую катастрофу, 91-го года желание и народное, массовое и личное Путина. Он, только что отпраздновавший свою Олимпиаду, вышел к той весне, насвойственную всем вождям его типа, финишную прямую, когда уже хочется думать только о том, как бы вписать своими в историю. Самая банальная метафора про ружье, висящее на сцене в первом акте. Если бы оно не выстрелило так, как это случилось весной 2014 года, оно выстрелило бы иначе. Неизбежность любит и умеет маскироваться под случайность или череду случайностей, и всегда есть те, кто верит, что если бы Гаврила Принцеп тогда не выстрелил, все пошло бы иначе. Не пошло бы, не надо иллюзий. И бывшие РСФСР, и бывшие УССР слишком полны внутренних противоречий, системообразующего лицемерия, замороженных конфликтов и прочих вещей того же порядка. Та лёгкость, с которой эти государства в 1991 году появились на карте мира, была слишком обманчива, ружьё так и осталось висеть, и все подумали, что Чехов насчёт ружья ошибался. Но нет, просто это был не последний акт. Противоречия нуждались в том, чтобы их разрешить, и весна 2014 года открыла путь обеим странам. Одной к превращению в европейское национальное государство, другой к избавлению от имперской судьбы. И, вероятно, в эпилоге тоже к превращению в европейское национальное государство. Через несколько поколений всё забудется, и, может быть, две страны даже подружатся. Соседи всё-таки. В общем, на самом деле, по-новому сейчас читается. То есть я читал-читал, дошёл до предпоследнего абзаца. Блин, буквально пишут, пишут, что нам не оставили выбора. Потом пишут, ну вот да, и по итогам Россия избавится от имперского этого самого, да, и станет европейским национальным. Ну, наверное, так, наверное, так. Значит, да, про мобилизацию. Я, меня сегодня уличили, и алиби у меня только в том, что я не смотрю КАЦ, а что версию про частичную мобилизацию по южным областям КАЦ произносил у себя в каком-то этом самом. И вот какой кошмар, да, КАЦ пересказывает в Википедии в своих роликах, а Олег в Кашин Плюсе. Подписывайтесь на Кашин Плюс. Я создам прямо сейчас в своём телеграм-канале Кашин, Кашин Гуру, одно слово с маленькой буквы, кнопку подписки на Кашин Плюс. Это дело хорошее, важное, и я честно, как вы знаете, наблюдаете, пишу туда по три статьи в неделю, подписывайтесь на Кашин Плюс. Да, сегодня я упомянул об этом, о том, что, ну, по логике, да, если действительно Путин выйдет, скажет, все я на мобилизацию. Это прям потрясение национальное, тоже один из вас хорошо сказал, действительно, это будет такой прямо жизненный успех сотрудников российских военкоматов. Вот тут-то они озолотятся, да, это уже не откос от армии, это буквально вопрос жизни и смерти. Более чем, как в Афганистане. Вот, ну, как бы, да, естественно, представить такого Путина, да, на параде 9 мая невозможно. А кого легко представить, да, вот этого Старовойта, да, или Богомаза, я фамилию его просто впервые услышал в контексте ударов по Брянской области, Брянский губернатор. Тот губернатор, который вместо Савченко, фамилию которого я не выучил, она русская простая, из Белгорода. Вот они, да, и как бы, есть два параллельных мира, я об этом пишу, собственно, в Кашин Плюсе, да, параллельных мира на этой войне. В одном мире выступает Коношенков и рассказывает, что уничтожено 36 объектов украинской инфраструктуры, 36 боевых машин, 36 еще чего-то. Сегодня в сводке почему-то цифра 36 повторяется трижды. Наверное, они не могут проверить, как бы, сколько там на самом деле и от балды, а может быть, от каких-то нумерологических соображений, да, записывают цифру 36. Но это вот как бы реальность Коношенкова. В другой реальности, которая с миром Коношенкова не пересекается, сидят три или четыре губернатора, у которых каждый день воздушные тревоги, каждый день какие-то ЧП. И действительно, ну, то есть там понятно, тут можно рассуждать, пора ли уже спекулировать о распаде страны или не пора. Наверное, не пора, но легко, по крайней мере, представят, да, как именно эти люди, которых мы сегодня наблюдаем именно как лица параллельной войны на территории России, которая, в общем, к спецоперации никак не присоединена ни медийно, ни политически, да. Завтра их политический вес может быть увеличен, хотя не в пользу этой версии есть, естественно, наглядный опыт пандемии, когда Путин объявил, что вся власть губернатором буквально, и тоже можно было подумать, вот теперь губернаторы усилятся. Но нет, также можно было понять, что речь только о политтехнологии, поскольку с плохими новостями Путин лично ассоциироваться не хочет. Поэтому пускай, да, карантин и вводят губернаторы, маски заставляют носить губернаторы, а когда изобретут вакцину, это будет достижение Владимира Путина. Здесь, очевидно, повторяется эта же политтехнология, но, как говорится, всегда что-то может пойти не так. Ну и, собственно, да, вот к вопросу о том, что здесь так, да, что пометка у меня была, прямо она важная. Я, помимо прочего, помимо Кашин Плюса, в описании стрима сегодняшнем и вообще каждый день всегда есть ссылка на Патреон. Там мало патронов, это, наверное, самые-самые-самые-самые хорошие наши читатели, зрители, которые больше двух, наверное, лет подписывались и платили за этот Патреон, ничего не получая взамен, он был пустой. А теперь именно буквально ради них, ради этих, вот там, не знаю, десяти человек, я перепощиваю статьи, скажем, плюсы в Патреоне. И если кому-то удобнее подписываться на Патреон, а не на платный канал в Телеграме, имейте это в виду. Вот, значит, да, ну и сегодняшняя новость, она вчерашняя, на самом деле, она, что называется, дошла до медиа сегодня. Пожар на пороховом заводе в Перми, в Комсомольской правде даже описано подробно, как бы как вот там все взлетело на воздух, и там одна девушка сгорела, вторая обгорела на 99%, но еще жива. В общем, жуть абсолютная. И, повторяя ту же мысль, которая была и в моей статье не так давно, и не раз звучит во всевозможных контекстах, даже если речь действительно о том, что свалялись мешки с порохом, да, и, собственно, что-то нагрелось, взорвалось проводка там и так далее, и так далее, трудно отделить вот такого рода ЧП, которых почему-то сейчас стало слишком много от военного контекста. Когда что-то загорается, ну, тоже можно, конечно, посердито или злобно, недобро пошутить, да, без зинича во все горит, действительно, вот при нем такого не было, или, может быть, даже при нем бы такого не было. Но, тем не менее, да, то ли украинская ДРГ, то ли действительно совпадение, то ли вот тоже такая, как бы, версия, да, вот стоял этот мост, ну, про мост уже признали, да, что это диверсия, ну, окей, стоял мост в Курской области, да, по нему стало ездить больше танков, он не выдерживает, он обрушивается, да, как бы диверсии нет, но с войной связано, все может быть. И вот на самом деле, вот поскольку, да, все-таки самая реалистичная, да, действительно, как бы приходит диверсант и бросает спичку в мешок с пороха, ну, по логике вещей, первая мысль, да, ФСБ, которая ловила там дело сети, там еще каких-то людей, занималась, в общем, какой-то позорной ерундой, а когда приходил стрелок на Лубянку, если помните, два года назад, да, то, соответственно, ФСБ оказывалось беспомощно. И здесь тоже, да, у них было 8 лет, где вы были 8 лет, дорогие КГБшники, да, у них было 8 лет, чтобы предотвратить, да, в условиях обострения на Украине предотвратить вот такого рода эпизоды, а они ничего не предотвратили. Но, с другой стороны, думаешь, а кто сказал, да, и откуда вот это, откуда эта слепая, святая вера в то, что украинские, там, не знаю, спецслужбы, военная разведка, невоенная разведка, что угодно, настолько всесильны, что могут свои щупальца растянуть до Перми, там, и не только до Перми, до Сахалина, да, где горела Гресс вчера. Просто, как бы, да, там, ты житель Перми, да, по фамилии, там, Кашиненко, у тебя там, извини, там, мама-бабушка погибла, сгорела в Мариуполе, или там брат на фронте погиб, или что-то еще. Ты там сидишь, споришь с телевизором, бухаешь, а у тебя в окне, да, в пределах, как бы, буквально физической видимости, вот этот пороховой завод. Это наливаешь в бутылку, там, бензин, и бросаешь его просто в окошко, в окошко склада. Может такое быть, да, легко, опять-таки, разделить, да, разграничить, вот, как бы, такого рода порыв, который, конечно, возможен, и который, наверняка, в этих десятках случаев уже есть. Когда человек без инструкции из Киева, без произведения Гитлера дома, и без соответствующих татуировок на теле, сам, да, по своей инициативе идет и что-нибудь поджигает, хотя бы лес, да, потому что, что называется, акция протеста. Вот хороший пост написала на днях наша подруга Мария Баронова, да, что действительно, отвечая тем и украинцам, и проукраинцам, которые, апеллируя к успешному опыту Майдана, говорят, а вы, русские рабы, вы не можете свергнуть путинскую власть, вот мы бы на вашем месте, ух. И Баронова пишет, да, вот посмотрите, есть город Херсон, да, населенный именно этими свободными людьми, которые неоднократно устраивали Майдан, совершенно не такие генетические рабы, как россияне. Два месяца под российской властью, да, с похищениями людей, с КГБ, с центром Э, совсем на свете, да, где, пожалуйста, где, почему херсонцы не прогнали оккупантов? Ага, наверное, не получается. Вот и по всей России так. И Мария Баронова права. Что касается других, вот опять же, Баронова, я думаю, это саму будет бесить, бомбить, возмущать, но, как говорится, из песни слова не выкинешь, через запятую с Марией Бароновой уже много лет идет, когда-то шла Полина Немировская, а теперь идет Екатерина Винокурова, у которой своя судьба, но теперь в издании Ярновости пишет, как кто обратил внимание, что действительно... Олег начал искать ведьм, да, пишет Марат, сбился. Действительно, вот Катя, которую ругали, это за то, что она ни за что получает большие деньги в Варти, вот взяла на себя, как модно говорить, у писателя Цыпкина Аскезу, и в маленьком Ярославском издании пишет статьи про политику, да, как бы вот такие обычные, как бы, как она писала когда-то в газете Ру. Ладно, пишет в газете Ру, но и продолжает быть заметным телеграммером, встроенным в прежнюю телеграммную экосистему, говоря мягко. И сейчас, когда Маргарита Симонян неоднократно выступила скандально, жестко и запредельно, да, и по Галкину, как гею, и по ядерному удару вдруг Катя Винокурова, не называя имен, но почти дословно цитирует Симонян, говоря, что типа вот те, кто визжит про ядерный удар, тем разе, как бы, тех мочить, в общем, прыгает на Симонян. Можно подумать, да, это личные, как бы, связанные с карьерными оборотами, да, поворотами эпизоды жизни Кати, но вот сейчас срач по поводу Галкина. Вылезает Киркоров, осторожнейший и трусливейший, у которого до сих пор единственным заявлением на тему войны было заявление в поддержку Медведчука. И тут он довольно жестко, и уже называя имена, и как бы, не стесняясь выражения, говорит, что Симонян съела хуй, да. После этого Дмитрий Губерниев, чиновник ВГТРК, в общем, да, человек, который, может быть, и фриковат на вид, но при этом вполне системный и вменяемый. Пишет Киркоров, красавец, все правильно сказал. Это на фоне истории с Соловьевым. В общем, как бы дутая же, на самом деле, история. Мало ли, что Соловьев в своем пятичасовом стриме, будучи обдолбанным, произнес. Никто бы и не заметил, никто его и не смотрит, да, кроме ботов. И вдруг губернатор Куевышев обратил внимание, значит, раскритиковал Соловьева, а Соловьев ответил, и вмешался Бортновиков, и уже скандал вокруг Соловьева. Как будто бы обострилась какая-то внутривидовая борьба в российских медиа. И вот то, что я, опять же, ссылаюсь на себя прошлонедельного в «Репаблике», то, что я писал, что да, сейчас вот как бы людей зачищают одних, заменяют другими, а оказывается, и наверняка кто-то и под Симонян может копать. И под Соловьева может копать. Это же всегда процесс, где пила двуручно, или как это назвать, лопата с двумя штыками. И вот, да, сегодня, как мы могли видеть, да, все увидели, что вместо Галкина программу сегодня вечером ведет на Первом канале Николай Цискоридзе. Понятно, там, системный чувак и все такое, Ростеховский, да, как многие. Вот, ну ладно, Цискоридзе, да, а кто гости в студии? Кто те звезды, которые вместе с Николаем Цискоридзе хотят скрасить понедельничный вечер, майские праздники, населению России в прайм-тайм? И мы видим Ларису Лужину. Кто такая Лариса Лужина, вы помните? Вот, это легендарная женщина. Она снималась с Высоцким в фильме «Вертикаль» в дипломной работе буквально с Неслава Говорухина, да, и Высоцкий посвятил ей песню «Она была в Париже». Вот, это было 60 лет назад, да, 55 лет назад, больше в ее жизни ничего не произошло, и сейчас ей 100 лет, вот она, да, вместе со Скоридзе выступает в этой передаче. Варлей, то же самое, человек, который в юности сыграл две роли в великих фильмах, да, и потом, собственно, ну, не состоялся ни как актер, ни как кто-то. Родион Газманов, то же самое, Nokia, мы его помним из детства и как топ-менеджер АФК «Система», да, но, тем не менее, тоже не первый ряд в шоу-бизнеса. Оголился фланг, оказалось, да, что, ладно, ведущего нет, ведущего заменили популярным балетмейстером, но и звезд, которые могут прийти в телевизор, тоже не осталось. Удивительная история, обращаем на нее внимание, но и также, конечно, обращаем внимание и традиционно, не в смысле, что вот мы ее будем хвалить, она придет к нам на стрим, не знаю, наверное, не придет, вот, но, тем не менее, да, Поклонская, молодец, вот, опять-таки, сегодня она, причем, судя по ее посту, где она оговаривается, что ее выступление не имеет отношения к работе в Россотрудничестве, из которого, наверное, ее бы погнали, если бы у нее не была какая-то, вот, как уже мы говорили, охранная грамота, она встречается с женами пленных российских военных, да, общается с ними, утешает их, обещает им разобраться, помочь, в общем, ничего особенного, кроме того, пожалуй, что она заодно говорит, вот как прекрасная Анжелина Джули приехала во Львов, так и я приехала к этим женам. Анжелину Джули российская пропаганда ругает, да, Тина Кандылаки пишет, впервые в жизни меня тошнит от Анжелины Джули, приехала пиариться во Львов Анжелина Джули, та же Тина Кандылаки, да не одна Тина Кандылаки, сколько раз Тина Кандылаки была в Донецке, или, не дай бог, в Луганске, понятно, что ноль раз, сейчас, не знаю, вернулась или не вернулась, Кристина Потупчик находится в Донецке, или находилась в Донецке, мы наблюдаем за этим, и вот к разговорам о том, что она теперь будет отвечать за медийное сопровождение спецопераций, ну, наверное, будет, и если вдруг окажется, что за атаками и на Симоньян, и на Соловьева стоит Потупчик и ее покровители в лице Сергея Владимировича Кириенко, то, соответственно, какая-то разгадка может быть получена, сказал политолог Олегов. Да, про Герасимова, то есть, на самом деле, вот тоже к вопросу, да, и про Герасимова, я тоже забыл сказать про Герасимова отдельно, да, про Бучинского разговореца Герасимова, вот мы понимаем, да, что Коношенков врет, мы также понимаем, что если он врет, значит, украинцы говорят больше правды, они, очевидно, говорят больше правды, но не более того, не в смысле каждое слово украинской стороны стоит воспринимать как безусловную истину высшей инстанции. Это очередной пример, да, ранение Коношенкова, ранение Герасимова, начальника российского генштаба, который опровергает даже Руслан Левиев. Собственно, необходимое, достаточное условие, да, необходимое условие для того, чтобы верить украинцам, чтобы украинцы что-то сказали, а достаточное, чтобы какой-то Руслан Левиев или хотя бы Христогрозов их подтвердил. Редко такое бывает, украинцы склонны завышать масштабы своих перемог. Его вроде бы не ранило, да, но он действительно побывал на фронте, и, судя по всему, я просто, пользуясь случаем, почитал в Википедии про генерала Герасимова, ну, 55-го года рождения человек, как бы офицер, да, мог служить в Афганистане по возрасту, но, что называется, душой я с вами в Кабуле, в Кандагаре, но приходится служить в Польше, да. В 80-м году, наверное, это, как бы, такой большой, как бы, человеческий успех человека, который выбрал погоны, но не захотел умирать, да, в те годы. После этого, собственно, ни в одних боевых действиях генерал Герасимов не участвовал, да. На Кавказ он впервые попал в 2001 году после окончания активных боевых действий второй Чеченской, и поскольку, да, он, как считается, один из тех, кто руководит российской операцией, вот есть он, есть Шойгу, есть Владимир Путин, трое неслуживших людей, двое из которых обвешаны медалями, орденами, наградами и так далее, и так далее, вот они приняли решение о том, чтобы российская армия в лице буквально поколения солдат умирала на Украине во имя бабушки с флагом, про который тоже отдельно стоит говорить, но именно стоит говорить, что да, хорошо, на самом деле, вот люди, которые такие вещи вбрасывают, работают. Вот когда я говорю, да, там, не первый уже раз, да, бабушка там что, вернулась в родной театр, как бы вернулась в родной киностудию, мне говорят, что ж ты такой негодяй, ведь писали же, что бабушку забрали ее дети в Барнаул, все как бы нормально, она существует. В итоге представители Министерства социальной защиты Алтайского края говорят, нет у нас этой бабушки, то есть слухи пошли от того, что какую-то другую бабушку с Украины привезли ее дети в Алтайский край, но нет, 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 это не та бабушка. Про ту бабушку, да, никто не знает, даже ее имени на уровне, там, не, там, Татьяны Ивановны Сидорова, да, там, бабка, там, Катя, да, условно говоря, нет такого, просто вот образ визуальный, непонятно кто это, непонятно откуда, даже, там, причем, я не знаю, на чьей стороне находится сейчас эта деревня, по чью линию фронта, где люди из этой деревни, которые бы сказали, в любой прессе, в российской официозной, в российской независимой, в украинской прессе, да, там, эта бабка, если там, это будет программа «Время», бабка еще в 80-е годы отличалась высокой принципиальностью и порядочностью, да, или украинская пресса, да, эта алкоголичка сбежала из сумасшедшего дома, нет ничего, ни одной истории про эту бабушку, нет имени, неизвестно, куда она делась и была ли она, и вот на таком фоне, а вдруг, правда, вдруг она есть, да, она, там, не знаю, у нее судимость, допустим, она сидела за изнасилование, расчленение, там, и что-нибудь еще, никто про нее еще не знает, да, и пока никто про нее ничего не знает, и из нее уже сделали вот настолько идол, да, идолище поганое, что даже иногда это комично, когда в какой-то дальней области, не помню, Курганская, не Курганская, сделали ее деревянную скульптуру в классическом, таком советском стиле деревянных скульптур, ну, собственно, бревно, обтесанное, как бы, грубым, грубой рукой деревянного скульптора, ну, вот, для детских площадок, детских городков, и вставили в руки флаг, она стоит у дороги, приветствует, во всех регионах, ее там в виде билбордов, рисует особенно эффектно, она выглядит, когда выходит из пламени, из ада бабка, естественно, антибабушкинский мем, это мы не жили и вам не дадим, он, как бы, убедителен, более убедителен, чем сам ее образ, ну, да, и, наверное, ближайший пример такого рода медийного масштабирования, это вот тот самый дагестанский милиционер со сложной фамилией, который сказал, работайте, братья, и, собственно, те же люди пытаются имитировать, как и тогда имитировали, народный порыв, с которым ничего, который, конечно же, не приживется, но, собственно, он уже стал наряду с буквой «З» наиболее одиозным символом вот того, что происходит сейчас. Значит, да, бум-бум-бум-бум-бум, обратил внимание, да, мы, собственно, про Герасченко, вот, собственно, мы не веря, да, российской стороне, не веря российским официальным лицам, действительно слишком велик соблазн этой ситуации верить по умолчанию украинской стороне, хотя, ну, вот у нас есть Бастрыкин, у них, ну, наверное, там, другого поколения, там, более вменяемые люди, но, тем не менее, как бы из того же, как бы, более-менее советского силового корня, ну, просто, да, вот, ты криминалист, даже профессиональный криминалист в Киеве, как ты сможешь найти точное, допустим, лицо того человека, который, будучи не снятым на видео, а только на основании каких-то косвенных свидетельств, убил лично четырех человек в Буче. Я не говорю, что это неправда, я говорю, что он нуждается в проверке, и вот проверку проводят корреспонденты какого-то из изданий Ходорковского. Герасченко, украинская генпрокурорка, назвала этого человека, фамилия у него, я скажу, какая, он из Росгвардии, он Сергей Колоцей, и он служит в Ульяновске, они с ним связались. Значит, ну, собственно, главное доказательство с украинской стороны, что он грузил крышку от багажника автомобильного, вот, со всеми этими посылками в офисе СДЭКа в Белоруссии. И он говорит, нет-нет, я не был в Буче, никого не убивал, я вообще не служу. Хорошо, спрашивают они, крышку от багажника вы грузили? Что такого? Ну, крышку грузил, да, как бы, СДЭК работает, это не криминал, да, прийти в СДЭК, отправить посылку. И вот на этом, как бы, уровне, да, происходит сбой, может быть, он действительно никого в Буче не убивал, да, но когда человек, как бы, слово против слова, да, отрицает свое там присутствие, ну, крышку отправлял багажника, крышку отправлял, ну, окей, хорошо, суд покажет, как говорится, но это, по-моему, довольно забавно, трагикомично. Ну, и к вопросу, опять же, О, обратил внимание, у Медузы новый проект, он называется, называется Сигнал, вот, и, опять же, вот, как тяжело, и эта проблема была более, как бы, легкая, легко решаемая, в том смысле, что, ну, понятно, там, не надо подыгрывать их пропаганде и все, а здесь гораздо тоньше стала грань между, собственно, правдой, моральной правотой и, буквально, пропагандой украинской. И вот когда Медуза делает какой-то филологический, буквально, проект о медийных трендах, да, и вот дословно я цитирую, в новом сигнале мы пытаемся отнестись к слову расшизм, не как к намеренному оскорблению, каковым оно, конечно, является, в первую очередь, а как к термину. Мы хотим понять, действительно ли он описывает, пусть и экспрессивно, какую-то реальность. Но, опять-таки, вот, попадаете в сложную ситуацию, ну, неочевидную, да, то есть, там, правильно-неправильно, замените, да, слово расшизм на то же самое жиды. Вот давайте, да, мы пытаемся отнестись к слову жиды, не как к оскорблению, каково оно является, как к термину. Хотим понять, действительно ли слово жид описывает, пусть и экспрессивно, какую-то реальность. Промблема, да, как сказал бы Дмитрий Евгеньевич Голковский. Вот само, да, слово расшизм, это же западные какие-то комментаторы в Твиттере, много уже срачи ему посвятили, что, да, понятно, как бы, о чем идет речь, но все же, вот есть пример, да, закон Годвина, Германия. Есть слово нацизм, есть слово Гитлер, нету слова германизм. Оно как бы потому, что, ну, является калькой, там, и с антисемитизма, и с любого шовинизма. С Германией, да, вопросов как бы нет. А вот слово расшизм, приемлемо оно, нормально ли оно, действительно, опять же, скажем, проблема. Что я еще хотел сказать? Что я еще хотел сказать? Да, Ахметов судится за Азовсталь, перспективный, как мне кажется, судебный иск. Азовсталь, комбинат Ильича, это были предприятия холдинга Ахметова, их мало того, что захватили, их еще и привели в негодность, как бы, да, они стоят, понятно, не один, там, не знаю, миллиард. И поскольку, да, Ренат Ахметов сам находится за пределами Мариуполя, и, в общем, там, где можно пойти в какой-нибудь западный европейский суд то и отсудить у России стоимость техзаводов, да еще и стоимость ущерба, понятно, что шансы у него на успех в суде абсолютно стопроцентные. И в этом смысле, конечно, ну вот мы помним фирму Нога. Я рассказывал, наверное, не раз, как узнав об аресте парусника Седов по иску фирмы Нога летом 2000 года, мы, ну, как бы, мы капитан наш, не решался зайти в Амстердам, и мы довольно долго, там, где-то неделю, стояли в нейтральных водах, да и дали остатки съестных запасов и ждали из Москвы отмашки, что, типа, все нормально, нам гарантировали. В итоге, да, гарантировали, но могли бы и не гарантировать. А теперь каждая российская, там, судно, каждая российская. Выставка, каждая российская, это самое, а еще и акционеры ЮХОСа опять подсосутся, и в итоге, ну, вот, как бы, да, а думали ли об этом, начиная войну, люди, которые ее планировали, да, думали ли они о том, что, вот, стоимость, допустим, завода Азовсталь окажется долгом, который, как бы, легитимен с точки зрения, там, любого западного суда? Да, наверное, не думали, кому претензия. Вопрос, опять-таки, риторический. Да, еще что хотел сказать. Так, Киркоров, Киркоров. Да, на самом деле, тоже, я не помню. Помню, в общем, один из вас спрашивал, я не очень его, наверное, понял, но он просил в стриме об этом сказать, сам смотреть, по-моему, не будет, но я, поэтому, косвенно перескажу вопрос. Значит, про смертную казнь он говорит. А, понятно, что, там, к моей теории, что, если мы спорим о смертной казни, спорить нужно о том, нужен ли ее запрет или все же легализация, да, поскольку, по факту, она в России присутствует. Он говорит, а вот вы же не учитываете, да, частные тюрьмы. Помните, как под Петербургом нашли, там, во Вселовске, по-моему, да, частную тюрьму, маленькую, непонятную, да, как бы, дом с оборудованными комнатами для пыток, да, которые, там, какие-то силовики строили, еще, когда его обнаружили милиционеры, да, полицейские, он тут же сгорел. Что это такое? Много ли таких домов? И вот я покивал, как бы, в этой беседе, а потом, увидев имя Романа Терешкова, депутата Государственной Думы, бывшего министра, по-моему, спорта Подмосковья, вспомнил, ведь, да, в деле Турчака, собственно, оно, как бы, с чего началось по-настоящему, да, что, там, плюс-минус ФСБшники или нанятые ими бандиты, похитили Романа Терешкова, несколько дней удерживали где-то и, соответственно, пытали его, выбивая из него показания по поводу того, кто ему, соответственно, все это дело заказал. Он не проходил по делу, но он, как бы, был одним из, там, промежуточных организаторов. А где его держали, подумал я теперь, в лесу, в яме? А действительно ведь, наверное, вот есть, там, не знаю, какая-нибудь дача в полицейском или в КГБшном, ФСБшном коттеджном поселке, да, и там есть камеры, в которых люди сидят, да и Грабунова моего, да, директора завода Ленис тоже похищали, а где держали? Да, наверное, вот, может быть, буквально в том же доме во Всеволожске. Вот, что я подумал, опять-таки, не знаю, насколько мой абонент это имел в виду, но, тем не менее. Я еще раз в 40 минут вступить на речь в кошмар, еще раз призываю вас нажимать кнопку с долларом в телеграм-канале Кашин Гуру, кнопку подписки на канал Кашин Плюс я имею в виду, либо кнопку с долларом здесь в чате, тоже не лишняя, и лайки, лайки, лайки. Отлистываем, поднимаемся к чату и разговариваем с ним. Михаил Борисов говорит, Олег и всех русских приветствую, Маргарите Симонян с Лем в кипу, да, просрать-то в рот я ей не сказал, на самом деле здесь есть элемент манипуляции, потому что тот самый твит Симонян, это фрагмент треда, где она цитирует большую телегу, но, окей, своего подчиненного, да, и она все равно цитирует Антона Красовского, который, да, и произнес эту фразу, что вот Киркоров и Галкин и Пугачёва, или Киркоров и Пугачёва много лет срали русскому народу в рот. Симонян с кем-то солидаризируется, но я где-то видел в телеграммах опрос, да, действительно, какая пара сильнее всех срет народу в рот. Галкин и Пугачёва, Симонян и Кринжинян, или же Путин и Кабаева. Хекки 777-04, деда, включи, пожалуйста, трансляцию, я уже включил ее 41 минуту назад. Дмитрий Крючков, Лоркер Феникс, всем доброго вечера, здрасте, Дмитрий Крючков, и представьте, что не было вот аннексии Крыма и Донбасса, все эти люди остались бы в электоральном поле Украины, и реакции в виде оздов и кампании не проявилось бы. Ну вот буквально та колонка моя старинная, которую я и читал. Goodbet Alexcat, шалом уве, приветствую чат всех работяг и пролетариев с прошедшим праздником. Да, я вчера ходил на пикник детский, и там кончилось все тем, что собака мне прогрызла штаны, джинсы, причем вот как бы ты думаешь, ну ладно, прогрызла, не жалко, Юникло как бы там стоит 20 фунтов, поеду куплю. В итоге как бы Юникло и Юникло позапрошлогодние, сейчас таких нет, они дико удобные и приятные, и в итоге я сегодня искал джинсы, купил левайс, еще идти подшивать, потому что я толст, но невысок. Андрей Богачев, Олег Владимирович, добрый вечер. Сценение российского футбола от любых соревнований в FIFA и FIFA это финальный шаг к изоляции нашего футбола и спорта. В целом пока я наблюдаю в неспортивных, но политических, лоялистских телеграм-каналах довольно бодрую волну на тему того, что ничего страшного, уйдем в Азиатскую Федерацию, хотя наверняка Азиатская Федерация уже предупреждена, и при попытке уйти в нее скажет, эй, типа не, вам сюда тоже нельзя. Хата Еви, приветствую, вы расскажите о трагедии 2 мая в Одессе. Ну, вы же рассказал, я действительно как бы не того жанра человек, который скажет, а вот посмотрите на 14-й минуте того самого видео тот самый человек с коктейлем Молотова, который на 28-й минуте видео с пистолетом. Я так тупо не умею, да, поэтому меня в этом смысле трудно спрашивать, да. Но если так глобально, да, насколько понимаю, в центре города было столкновение примерно равных физических сил, вроде бы на стороне одной из которых были менты, и, соответственно, та сила, которая проиграла в этом столкновении в центре города, в итоге ушла на Куликовое поле и отомстила как бы единомышленникам тех, кто их побил в центре, да. Ни в чем не виноватым людям, не комбатантам, да, старикам, женщинам и детям. Хатай, да, да, да. Вячеслав Галаш, ваша антивоенная позиция построена на том, что на этой войне русские убивают русских. Значит ли вы, что поддержите войну, где русские будут убивать только украинцев? Вячеслав Галаш, что вы имеете в виду? То есть, условно говоря, если бы война была такая, что российская армия вместе с армиями Одесской, Киевской, Николаевской и прочих областей пошли бы на Львов и Ивано-Франковск, не думаю, что я бы как-то иначе относился и не думаю, что такая война возможна. Вячеслав Галаш, горькая ирония есть в том, что монастырь в Одессе, по которому сегодня попали, русская ракета и московского патриархата. Ну, насколько можно судить, это уже очень условно, да, московский патриархат, потому что даже лояльные Москве церкви не упоминают теперь патриарха Кирилла, да. Кот Азур действительно насилуют и убивают в Украине не только русские, но и татары, и казахи, и все остальные, но сам факт, что они там оказались, говорит лишь о том, что они еще и жертвы имперского режима. Да, Кот Азур, самый, наверное, последовательный сторонник преодоления любых банов, цитирует издание «Холод», в котором довольно дикая статья на эту тему. Даниил Губарев, а знаете, кто еще искал еврейскую кровь? Я знаю, то есть даже поименно, но зачем имена, те люди, которые искали еврейскую кровь в Поткине, в Гиркине, вот такой стандартный либеральный подход. Вот у вас Стилков, да, а он на самом деле Гиркин, он еврей. И средний нормальный российский, там, не знаю, русский правый, да, националист, поправляя пенсне, скажет, да, правда, еврей, интересно, интересно, а что еще? Марат, видел ваше камео на телеканале ICTV, 2,3 миллиона подписчиков. Вы знаете, Марат, я видел, потому что сев сюда, за 2 минуты до стрима, я увидел вашу гиперссылку и залез посмотрел. А кто это такие? Какие-то коммуняки, типа Константина Семина, да? Там фрагмент Варламовского, моего тейка Варламова про Поклонского. Гудбет Алекскет, тоже вставлю свои 5 копеек по поводу Одессы. Один украинский блогер толкал спичь, вот у нас был выбор, Дом профсоюзов, либо Аллея Ангелов. Насколько это противопоставление спекулятивно и умозрительно? Конечно, спекулятивно и умозрительно, вопросов вообще нет никаких. НН, здравствуйте, пишу вам из деревенской хаты в центральной Украине, комп есть, Дед Олег, есть Netflix, Spotify. Все вроде бы неплохо, но это очень неоднозначно, неплохо, тревожно, и так уже 68 дней. 68 дней, 94 февраля сегодня у нас, как это называется, да, Бузатер? Так, спрашивает ролик Аркадий Невский. И вспоминается старый мем, где Гитлер торчит из окна и подпись, что сразу Гитлер то. Гитлер, конечно, должен быть забальзамирован, как и Ленин, и быть таким вечным и неотъемлемым трофеем и мемом. Но, к сожалению, только кусок черепа, да, есть в архиве ФСБ, поэтому, как говорится, или уже в военном храме, наверное, в его основании. Александр Назинцев, Олег, приветствую, подскажите пару хороших антисемитских сайтов. Ну что вы, Александр, где я, где антисемитские сайты, но вашу отсылку я понял. Александр Мищенко, доброго здоровья, ОВС, здравствуйте, Александр. Марат дает ссылку на камео, спасибо, Марат. Май фото джоб, котятки, Гитлер живет в Аргентине, ему вставили сердце Навального. Из тюрьмы пишет цифровая копия Алексея. Хорошо, Май фото джоб. Гоптадоу, газета «Монголия Пресс» со ссылкой на Дмитрия Медведева сообщает «Лавров армянин Цустай». Доживем и до этого, я думаю, Мартин Б. Кажется, что при планировании военных действующих много внимания уделяется административным границам противника. Так часто бывает или только, когда больные совки ведут войну в бывшей УССР? Я думаю, когда больные совки ведут войну в бывшей УССР. Бузатер онлайн, американская дипломатия, ожидаемо, не сыскала успеха, не снискала успеха в заливе с просьбами «Передавайте больше и дешевле». Теперь собираются судить в своих судах плохие страны. Надеемся, это начало конца такой Америки. Америку мы хороним уже довольно давно, может быть, когда-нибудь и похороним. Вильфраз Олег Владимирович, а про что был бы брат три? Как вам такой вариант? 50-летний Данила Багрова играет в БМП. Под изюмом звучит песня Надежды Кадышевой «Конец». Фильм создан при поддержке фонда Усманова. Не, ну у меня ассоциация, фонд Усманов всякий снимал «Дорогие товарищи», как бы антисоветский фильм. А скорее, извините, фильм Михалкова. То есть, вот, наверное, он соотносился бы, да, «Брат три», если бы не погиб Бодров, да, если бы не умер Балабанов, то окей, допустим бы они уехали головой и сняли бы «Брата три». Мы помним, как Стас Борецкий, да, обещал снятие «Брата три», но это была, конечно, совсем ерунда. Да, и, наверное, это было бы похоже на предстояние, да, и с братьями он бы соотносился как предстояние с утомленным. Солнцем, утомленными солнцем. На оте, добрый вечер, Олег, мне дает покоя то, как варварские используют погибших в Одессе 2 мая, оправдывая нынешнюю войну. Что думаете об этом? Я думаю, что я с вами согласен. Именно варварские используют погибших, оправдывая нынешнюю войну. Это плохо. Ксения, Ксения, здравия русские, здравия Ксения. Дмитрий Яковлев, 2 евро. Спасибо, дорогой Дмитрий. Юзер Милов, добрый вечер, добрый. Степан, Олег, добрый вечер. Ваши отношения к бело-сине-белому флагу. Норм говно. Делит Укр, Олег, здрасте, здрасте. Полекомендуйте достойных книг по чеченской войне. Первый и второй, пожалуйста, заранее спасибо. Евгений Норин, чеченская война, издательство «Черная сотня». Обещают второй том, но он еще не вышел. И выйдет ли, если учесть, что все издательство воюет там, на территорию Украины? Дима Яковлев говорит, здравствуйте, это не наш Дмитрий, а какой-то одноименный сюзерен. Таки, здравствуйте, Марат, говорит, голубой, голубой, голубой. Не хотим дружить с тобой. Здравствуйте, Адольф Кашин. Здравствуйте, Адольф Марат. Ник Шундеев, добрый вечер, ОВС. Спасибо за рекомендацию в вашем телеграме фильма «Кодекс бесчестия». Очень мрачная книжка и послевкусие мрачная. Да, друзья, я готов как бы себя прорекламировать в том смысле, что у меня, конечно, и в кино вкус тоже очень своеобразный. Но если вдруг, там, я говорю вам, вы знаете, вот есть такой фильм, типа, снятый в Советском Союзе в 89-м году, вы его не посмотрите. Скорее всего, он, правда, будет хороший. Или я пишу, допустим, это такое говно, что прям говно, но его стоит посмотреть. Да, это будет говно, но его, да, стоит посмотреть. Я в этом смысле нормальный рекомендатель. Марат говорит, ставим лайки, портим воздух. Дмитрий Башкатов, здрасте, Олег, здрасте. Про «Груз-200» между событием... А, вот, мы с вами обсуждали. Здрасте, Дмитрий, да. Между событием и приведением приговора о исполнении прошло даже по советским меркам невозможно мало времени. Можно списать на Балабановскую аллегорию. Там все можно списать. Если относиться к фильму «Груз-200» как к попытке документально описать советскую реальность, то любой, как бы, совкофил найдет там десяток, по крайней мере, важных ляпов. Типа, а не было арендаторов в 1984 году. Но фильм не об этом, да, фильм вообще про рассказы Фолкнера, как вы знаете. Дмитрий Башкатов тоже. А можно ли, например, вот искусственное СИЗО в Ленобласти, реальное СИЗО в Курске, где пытают, пускают украинских пленных вообще без всяких судов? Российские граждане, да. Напомним, что Максим Марцинкевич Тесак был убит, да, был даже не казнен, а именно зверски жестоко убит в российском СИЗО. Но не в порядке эксцесса, да, очевидно, в порядке именно сознательной расправы, вероятно, по команде из Москвы. Шок-контент. Здравствуйте, Олег. Павел Сологуб. Здравствуйте, Олег. Балек бытовой к субботнему стриму. А покрасить забор можно без согласования с лендлордом? Можно. Но я этого делать не буду. Зеверзидер, Марат, что это? Все в порядке, Кирилл Верьянов. Чем военная победа хуже, чем нестыдное поражение? Военная победа влечет за собой и укрепление режима Владимира Путина, и, по сути, ту же оплату репараций, просто иначе построенную, да. Поэтому, как говорится, мальчик Бананан, преемника следует сказать, следует старовой, это богомаза им подобных, а Поклонская буквально уже участвует в предупрежденной кампании. Ну, вряд ли она президентом-то сможет быть, наверное, сможет стать, вернее, быть, может быть, и сможет, да, но стать вряд ли, потому что надо вначале побыть депутатом сколько-то лет, да, или главой района. Марат, все это последние времена, друзья. Да, это последние времена, и фильм «Меланхолия», да, Триера, он, конечно, по-новому воспринимается. Также напомню, что по моему открытию, которое я даже пытался Триера запросить, но, типа, мне сказали, что, типа, в этом году он не дает интервью, потом я забил. И фильм построен на одной из глав романа советского писателя Леонида Леонова «Дорога на океан», написанного, типа, в 37-м году, то есть там буквально глава, ну, как бы, сон героя, да, что луна сошла, там, не знаю, с оси, луна сошла со своей оси, да, и надвигается на землю, люди живут в ожидании конца света, там, убивают друг друга и деградируют, в итоге, да, конец света, все погибают, и только один пьяный, как бы, житель Советского Союза заснувший, там, в каком-то глухом лесу, просыпается и не понимает, почему мир пустой. Архив в архивах, Олег, помните песню Леонтьева «Хэппи-энд» из «Последнего довода королей»? Текст прямо актуализировался внезапно из-за нашей действительности. Вы знаете, не помню, и последний довод я не смотрел. Зиберзидер, Олег, они хотят включить тебя в список 6000 разжигателей войны. Что делать? Ну, на ваших глазах происходило, не знаю, отрицание или торг, вот диалог с Мангайт. Вот, видимо, идти к стадии принятия. Киера-тигра, водопроявление, дебилизм. Я оценил формировку, да, я забыл сказать, она мне тоже понравилась. Это из объявления о закрытии какой-то станции метро в Петербурге, да, что, собственно, во избежание водопроявления, имеется в виду подтопление станции. Кулас, Лавров, конечно, чушь сказал или неправильно сформулировал, но меня всегда удивляет заявление, что евреи не могут быть нацистами. Да, разумеется, да, то есть сам аргумент, да, там нет нацистов, потому что зеленский еврей, он не менее тупой, вот как бы, то есть он, наверное, менее мудацкий, да, и как бы так или иначе, но действительно тупейший аргумент. Да какие нацисты, вот типа у меня есть друг еврей, президент Украины. Нет, конечно. Анатолий Андрей Денисов. Не кажется ли вам, что Анатолий Шарий живет в постоянно сужающемся доме Фландерса, безнадежно пытаюсь ловить откуда на Беларусь готовость нападения? Вы знаете, Андрей, да, кажется, во-первых, во-вторых, сегодня Мария Баронова, ну, как бы такой стандартный, как бы, риторический ход, значит, обратила внимание уже цитируемая мной Мария Баронова, сегодня день Марии Бароновой. А знаете, почему сегодня день Марии Бароновой? Потому что ровно год назад мы ушли на майские праздники, эфир с Марией Бароновой на Радио КП оказался последним с тех пор на Радио КП. Я, кроме новогоднего эфира с Эдвардом, ничего не вёл. Вот, Баронова спросила, да, окей, откуда на Беларусь готовость нападения, мы знаем. А кто должен был нападать? На этот же вопрос никто не даёт ответа, да. Шок-контент, да, знакомство с ОВЭ, не знал слова Густапсова. И сегодня был какой-то нашумевший пост на тему того, что это только совковые деды считали, что Запад считает нас врагами, а нормальное поколение как бы нормально встраивалось в Запад, не было проблемы. Пост его все репостят, не знаю, кто автор, но по слову типа «А вброшу-ка я эту мысль в ноосферу» я узнал нашего зрителя. Ну, могу ошибиться, конечно, понятно, что слово «ноосфера» изобрёл кто вернадский, да, но тем не менее, тем не менее. Феликс Дзержинский. Ну что, послушали трек «Похоронка славы КПСС». Вы знаете, как Дашкевич писал музыку для Шерлока Холмса. Значит, они готовили первую серию фильма, и там по воскресеньям на BBC, которые в Советском Союзе слушали на коротких волнах, «Русскую службу», была программа о культуре с какой-то очень красивой инструментальной заставкой. Режиссер Масленников слушал эту программу по воскресеньям и звонил каждый раз Дашкевичу. «Слушай, Дашкевич, вот на BBC такая передача с такой заставкой. А я хочу музыку в таком же стиле, в таком старинном английском», да? Дашкевич каждый раз говорил, «Да, конечно, конечно, я в следующем сцене обязательно послушаю». И забывал. И в итоге, не желая уже там на третий раз огорчать Масленникова, он подумал, а какая бы могла быть заставка программы BBC о культуре. И придумал. Снеслав Бышок. Приветствую, Лега Владимировича и всех криптоклониальных. Приветствую, Снеслава Бышка. «Да, не одобряем исторический ревизионизм и отрицание Холокоста. Безусловно, не одобряем, даже речи об этом быть не может. Борис Медведев Лазисон сегодня в атаке с флангом, пусть и мельком, но все же высказалось против вашего присутствия в списке 6 тысяч на ряду с Собчак». Как вы знаете, я как раз вспоминал по странному этому самому. Вот, собственно, я, может быть, слишком горячо как-то доказываю, что я в список попал нелегитимно в порядке в сведении личных счетов. И вспомнил, как Зощенко, да, знаменитая история уже после, как бы, постановления журнала «Звезда Ленинград» на встрече с британскими, как раз, студентами, что характерно, также, там, слишком яростно говорил, что меня товарищ Жданов назвал подонком, а я не подонок, и именно из-за этого выступления его еще как-то сильнее наказали. А Ахматова моментально себя вела, хотел сказать, мемориально, сказала, что если есть такое постановление, значит, так надо, как бы, да, и не буду я англичанам на это жаловаться. И, типа, ей даже там какая-то скащуха вышла. Вот, и к чему я это говорю? Так получилось, да, что, там, пару лет назад, во время какого-то очередного скандала с Ксенией Собчак, у меня была колонка о Ксении Собчак под заголовком «Между будуаром и молельней», буквальная цитата из Жданова об Ахматовой, то есть я Собчак иронически сравнил с Ахматовой. И вот каждый раз, вот, на самом деле, вот, мистическая составляющая слова ты не понимаешь никогда, чем оно отзовется. «Какорликия». Олег, что хуже, чем откусить кусок от яблока и обнаружить там червя? Ой, червя не у меня, просто я, опять же, читаю «Крокодил», уже 36-й номер, а их всего было 36 в году, год один такой, который меня так интересует, в смысле, за 89-й я уже, говорю, читал, был подписчиком в детстве, помню, в реальном времени, 88-й, как бы, некоторые номера покупал, и вот сейчас мне действительно интересно, он кончается. А там две магистральные линии в течение года, то есть ни сталинизм, там, ни коррупция, ни застой. Ну, вот есть экология, есть очень прямо острая тема, видимо, действительно, жопа была, хранение овощей, на что они гниют и приходится закупать картошку на кубе. Вот, и качество товаров, продукции, там, типа, колбаса говно. Колбасы нет, а которая есть говно. Вот, и когда читаешь, там часто, типа, вот, в куске хлеба обнаружили ноготь человеческий. И вот чей-то чужой ноготь, по-моему, хуже червя в яблоке, нет? Мартин Б. Олег, помните передачу «Звездная семейка» на ДТВ? Не, не смотрел. То есть, я помню телеканал, он назывался раньше «Дарьял ТВ», Наталья Дарьялова, все дела, потом его купили какие-то другие люди, не помню уже какие, не, не видел. Великая эпоха, да. Срязь, Марат, да, Марат, срязь, да, Марат, потому что мы с вами формируем русский язык. «Господи», — говорит Марат, «Господи, помилуй». Знаете ли, Марат, что «Господи, помилуй» можно петь на мотив Мурки? «Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй и спаси». Меня этому научил один человек, связанный с московской патриархией. Украина со Европой «Юзер Гарден» опубликовала результаты экспертиз тел в Буче. Большинство погибло не от пуль российских солдат, а от осколков именно украинских снарядов. Олег, почему вы так застенчиво молчите об этом? Потому что, дорогой Пригожинский товарищ, вы ничего не читаете, а просто тупо кипипастите этот коммент. На сайте проверено.медиа дан подробный разбор этого слуха, который и на газету «Гарден» не опирается вообще никак, и вообще ни на чем не основан, кроме, собственно, вот таких комментаторов, как вы, дорогой юзер «Украина-Ц Европа». То есть вы сегодня получите свои 150 рублей за комментарий. Но, но, но... Зиберзиллер Мартин, помним, да. Дэвид Джонс, Густапсова и с вами. Я тоже с вами. Здрасте, спасибо. Роман Рамазанов с Лавровым даже не реплика про Гитлера Жест. Он буквально сказал, что самые ярые антисемиты, как правило, евреи. Причем ссылался на народ, мол, мудрые евреи, так говорят, ассоциация. Если помните, когда был штурм Первомайского, собственно, где захватил селение буквально Салман Радуев в феврале, 96-го года провальный был штурм. Вот перед штурмом выступали министр МВД Куликов и директор ФСБ Барсуков. Не охранник, комендант Кремля, но как бы друг Коржакова и как бы тоже человек, связанный с тогдашним ФСО исторически. И Куликов или Барсуков, не помню, один из двух, сказал, что один мудрый чеченец мне признался. Ты знаешь, там, типа Михаил Иванович, чеченец, если он более-менее, там, не знаю, сильный и смелый, он кого-нибудь обязательно убьет. Характер такой. Если не убьет, украдет. Если не украдет, то просто, там, не знаю, на слет где-нибудь. Вот такой народец, понимаешь? Вот, то есть, понятно, никакой чеченец ему так не говорил, но, тем не менее. КОЛАСКА, КОЛЫКЛА, еще хуже есть ФИНИКИ, в которые подмешаны козьи шарики. Хорошо, Вова ШИФЕР, здрасте, Олег Дещина, это КРАПАЛЬ на украинском языке. КРАПАЛЬК, мы помним, назывался живой журнал в молодости ее, министра культуры российского, российского любимого. Сюзерен, армяне ссорят русских с евреями. Да, маргинал, 8 лет изгнанию, ой, ну вот начинается. Андрей Денисов, на самом деле, самый жесткий канцелинг был бы, если бы Владимир Путин на мавзолее 9 мая сказал бы, да какой к черту, Иван Ильин, я читаю Каншина, Густапсова и я с вами, тогда бы мы все хрен отмылись. А я вот теперь, да, думаю, ну, где иноагенты? Они сидят в Минюсте и говорят, нет, Каншина вписывать не будем, пускай все думают, что он как бы наш человек. Зиберзедер, да мы помним, 2 мая 2014 года. Так, Дан Мельхиор, здравствуйте, ОВ. Из двух крупных новостей по мобилизации, это некорректный перевод слов министра из Британии, новости с Таймс, со ссылкой на украинские источники. Нет, не в этом дело, абсолютно. Любые утечки, они, естественно, как бы, как правило, ни о чем не основаны в наших условиях, когда Путин сам тратит колоссальное усилие на сокрытие вообще всего, даже не опасных, да, для утечки вещей. Нет, речь идет ровно об ощущении, о логике, о том, что нам говорит Игорь Иванович Стрелков даже. Вот об этом речь идет, а не о том, что кто-то по секрету сообщил нашей редакции. Нашей редакции по секрету в марте сообщали, что вот будет заседание Госдумы там 3-4 марта, не помню, и проголосуют, да. Марат говорит, вам куча народу, в том числе и я, писали, что следили за Одессой в прямом эфире, но вы подозрительно-упорно сидите на своем неправильном табурете. Марат, я рассказываю вам еще, я ехал в Мюнхен, да, и читал телефон, я не смотрел на прямой эфир. Sophisticated Mind, добрый вечер всем, кроме Филиппа Киркора, в ООВ, как мы относимся к потупчику, уже не в Донбассе, а в Мариуполе, согласилась в обмен на транш, который обеспечит ей безбедную старость, но скорее внукам ее, потому что ей эта безбедная старость уже давно обеспечена, но так-то да. Дэвид Джонс, Олег Владимирович, какая ваша любимая песня о коррозии металла? Я не люблю коррозию металла. Владимир Крылов, Олег, добрый вечер, хорошего стрима, здравствуйте, спасибо. Надежда Гурбач, в данной ситуации идиот не Лавров, а тот, кто задал вопрос, например, Абрамовича, как еврея Сефарда или как российского, а теперь Португалия кэнслит. Ну, Надежда Соловьев, допустим, абсолютно уверенно, регулярно говорит, что там, когда кто-то обещает его повесить, это типа еврея хотят повесить, да. Ник Шунгеев, слышали ли вы про журналиста Анатолия Кузичева из всех прокремлевских, производит впечатление критически мыслящего и в эфирсе на тему, кто прав, как должно быть, порой напоминает вашу? Ну, не думаю, если честно, я знаю, как бы, что он ведущий вот с Шениным этого адского шоу, да, на Первом канале, а так мы пересекались на Коммерсант-ФМ, но уже когда на Коммерсант-ФМ приходили новые люди. Ну, такой обычный, как бы, Анатолий Кузичев, в смысле обычный вот такой типаж, да, московского журналиста нулевых годов еще, поскольку он там меня постарше, лет на 10, наверное, вот, и не думаю, что как-то что-то общее могло быть. Шок-контент! Вы видели, как Пожарский чуть не избил Просвирина в 17-м году, когда плохое настроение присматриваю? Нет, не видел, да и не хотел бы Алексей Гриневич, хотелось бы увидеть стрим с Бильченко, литературоведческий, например. Ну, значит, будет. Борис Медведев, зовите Белковского, позовем. Мистер Пинчи, Петриков Зы, не сказал бы я так, Петриков русский, как бы, да, и, собственно, то, на чем мы сблизились исторически. Владимир Крылов, может ли Лавров себя скомпрометировать сильнее, чем уже скомпрометировал себя два месяца назад? Может, Быков прав, и это наслаждение падения? Ну, можно сказать и так. Олег Владимирович, а почему Васюнина и Скобеева не хотят к Анжелине Джоли, а хотят круглый год 9 мая? Не знаю, но что такое к Анжелине Джоли в Голливуд или во Львов? Это тоже разные вопросы по Эду Айдол. Да, меня отдельно поражает, когда в телеграм-каналах вот такие, опять же, умеренные лоялисты, типа наших друзей беспощадного пиарщика, пишут. Не, ну, круто, конечно, они вот, смотрите, они привели ее в кофейню, да, они запустили этого подростка, который в телефон пялится, они устроили воздушную тревогу, чтобы она могла. Вот умеют же, умеют, хорошо, они умеют, мы разобрались, там за этим всем стоит Голливуд и лучшие пиарщики планеты. Эти лучшие пиарщики планеты, да, столько денег, сколько получила, там, не знаю, даже не Арти, а там одна сетка Соловьева, там, любой голливудский продюсер на эти деньги, там, не знаю, себе бы золотых унитазов, но заказывал до конца, опять же, жизни, да. Где все это? Почему российские пиарщики не умеют привезти в Донецк мне Анжелину Джоли, но, опять-таки, кого-нибудь, кто заставит людей плакать? Не могут. Плейду Айдл, всем добрый вечер, здравствуйте, Вова Шифер, интересно, внешние дипломаты, читая архивы сегодняшних заявлений, лет через 10 поймут, что это полный кринж или старцы синхронно нырнут рыбкой в ад? Ну, я думаю, да, параллель немножко кривая, но, тем не менее, вот как сейчас мы читаем советскую, как бы, официальную риторику, это же действительно что-то запредельно нечеловеческое, то есть, вот, буквально, доклад Брежнева на съезде, пятичасовой доклад с перерывами, да, буквально, там, выступит. Разошлись люди, покушали, потом опять Брежнев выступил, опять покушали, он своей, это, инсультной речью, да, говорит, говорит абсолютно нечеловеческие, люди так не говорят, набор слов, и все часами слушают, даже пытаются, там, в том числе, западники, анализировать, да, вот, как бы, ну, я думаю, сейчас даже в этом смысле попроще. Сюзерен, еврейская бабушка, Путина негодует, да, все мы, еврейская бабушка, постерен, здравствуйте, Киркоров, красавчик, даже несмотря на то, что упомянул западных партнеров, но у меня такой вопрос, вы лично как думаете, безотносительно всех событий, а англичанка действительно гадит, англичанка гадит, когда надо. Да, шок-контент, когда война началась, мне было 15 лет, 16, я уже собрался ехать, воевать за ДНР, целыми днями читал сводки ополчения, а все началось с того, что я стал спать в комнате, где был телевизор, ну, берегите себя, дорогой шок-контент. Контент, Леванчик Ваидзе, Олег, здравствуйте, вы бы испытывали угрызение совести, если бы в момент войны США и России, такой-то сейчас хуже, жили бы хорошим русским человеком, но в США, меня дозревают противоречия общему совести, то есть, ну, как бы, есть двусмысленность положения, да, вот если воюют две страны, ты живешь в одной из них, хотя твоя родина другая, как бы, но всякое бывало, и русские жили в Германии, да, в 40-е годы, и много кто где жил, сейчас украинцы в Москве живут, да. Марат, поискал на Ютубе про ядерное оружие, про тактическое ЯО, про меры для выживания, интересно, что ролики стали массово появляться на прогосударственных аффилированных каналах лет 7 назад, ну, хорошо, значит, готовится. Виктор Бухольцев, здравствуйте, Олег, то есть, как с войной выжившие будут недоумевать, как они пропустили, ведь признаков было много, у нас с вами есть преимущество, весь корпус моих колонок за много лет, там все написано. Анатолий Загородний, Олег, добрый вечер, ненавижу вас за ваш украинизм, но обожаю за твердую позицию по войне, каждый день жду стрим, самая адекватная оценка происходящего глазами русского человека, держитесь, а спасибо. Спасибо. Зиберзидер, Марат, да. Зиберзидер, главный поядерное, Марат, не путай реальность с кино, не зарекайся от суммы, если это Биркин, а от тюрьмы, если Гиркин, говорит, шок-контент. Хорошо. Сергей К, Олег, эту же байду можно написать, начиная, если бы не было Майдана в Киеве, и дальше по вашему тексту. Да нет, Майдан, как бы, да, собственно, в отличие от того, что началось дальше, он, по крайней мере, уже имел прецедент, да, четвертый год, и мы понимаем, чем кончается Майдан. Майдан кончается некоторым, некоторой порчей отношений между Киевом и Москвой, и не более того. Все остальное уже, как бы, инициатива России. Николай Мэ, Олег Унаки, был журналист из Медиазоны, в разговоре он использовал слово Густапсовой. Ваш агент, как голова свинья, срубленная? Нет, не думаю, скорее культурный апроприатор. Гриша Молочник, всем привет. Не кажется ли вам, что Илья Мэдисон придумал философию РФ, заключается она в полусторонии? Нет, нам так не кажется. Эхо Вашингтона, Олег, ваша лондонская гардия, написал, что так называемая бучанская резня была фейком. Все трупы испечрены поражающими элементами не российских, а украинских боеприпасов. Что скажете? Проверено.медиа. Там подробное исследование этой хайни. Вельфраз. Олег Владимирович, по вашим статьям выходит, что Одесса это норма. Если бы в Донецке устроили свою Одессу, не было бы там того ада, о котором 8 лет, пишет Олег Кашин. Надо вовремя сжечь личиногиркина. Я не понял вашу конструкцию, Вельфраз, и не думаю, что вы правы. При всем уважении к вам моем, конечно же. Роман Рамазанов-Альшанский говорит о моральной альтернативе, которую Россия могла бы предоставить Украине, где была трагедия в Одессе. Звучит неубедительно, учитывая, что сегодняшняя альтернатива гораздо хуже. Да, разумеется. Извините, конечно, слово политический садизм, да, там, неуважение ни к слабому и так далее, и так далее. Все-таки в колоссальной мере, да, характеризует путинскую Россию. И не сегодня это началось. Не 24 февраля это началось. И как раз я об этом писал много лет. Юзер, ого. Юзер, ё-моё, события в Одессе трагедия. Ого, это из банка. События в Одессе трагедия. Жаль, что главный мент Одессы успел сбежать в Россию, но трагедия Украины. Россия пусть оплакивает своих погубленных в Чечне, погубленных уже на этой войне. Все-таки кто, кого последнего погубили, того громче оплакиваешь, это естественно. 49 рублей от Егора Кашковского, но он делает вид. Да, Роман Рамазанов. Путин это не назовет мобилизацией. Это будет специальная добровольческая операция. Тоже верно. Гурон Иракезов говорит. Олег Кашин, возьми АК. АК, это Олег Кашин по-белорусски. Зиберзидрис начал с мобилизацией. Я буду прятаться в лесах Московской области. Удачи, хорошо, но погода располагает. Да, Кашин, она сигареты. Да, Кашин, ты в списке путлеровцев. Да, Дмитрий Андреев, Олег, вы лучший. Спасибо. Евгений Прокошев, привет, Олег. Тебя-то за что в список сведения личных счетов активистами фонда борьбы с коррупцией. Одеяло, обнял всех. Спасибо, Одеяло, и мы вас тоже, Марат. Денег у россиян все меньше. Сотрудники военкоматов могут не озолотиться, а напиться коктейлей, например. Да ладно, есть, там, не знаю, почти новый автомобиль. Давайте подарим его военкому, чтобы он нашего сына в армию не забирал. Так? Маргинал. Что, завидуете укронацистам? Вот были бы вы на месте украинцев, погибали бы, естественно. Зиверзидер на Биуле надо включить в список. Ну, вы ко мне не обращайтесь. Это, да, понятно, в доме повешенного о веревке или помешанного о мешалке. Но, конечно, я не могу не поприцать своего главного редактора Дмитрия Колизева, который довольно восторженно дал сегодня, по-моему, рекламную ссылку на какой-то активисты. Вы создали бот. Можете туда жаловаться на разжигателей войны. Конфессуальность гарантируем. Как они гарантируют конфессуальность? Любые такого рода боты, да, через месяц, типа, утекла база данных тех, кто жаловался, да. Ну, извините, мы исправим баги. Но, тем не менее, на месте Козы Колизева я бы избегал такого рода публикации. Но, как говорится, дело его. Он мой главный редактор, я ему лоялен. Роман Рамазанов. Путин не всю власть губернатора... Репаблика редактор, да? Путин не всю власть губернаторам отдал, не все ответственно. Да, разумеется, да. Сюзерен, Кашин, ты в списке дедов. Под номером один и список из одной фамилии. Да. Профессор Бродобрей. В Кремле скрестнулись еврейское и армянское лобби. Путин и Шапира против Лаврова и Симонян. Русского лобби как не было, так и нет. Опять же, дружеский либерал мне говорит. Ну, Олег, ну вот почему нету вот такого русского голоса, который бы сказал, эта война губительна прежде всего для русского народа. Путин предал русский народ. Почему никто об этом не пишет, Олег? Я говорю. Надо спрашивать не так. Почему я не читаю Кашин? Маргинал. Ирония в том, что украинцы те же русские. Не Шапира, а Венецковский. Учите мать часть. Васильев Максим. Кашин. Чей бамбас. Ну, если вы о Донбассе, конечно, очевидно, что чей он будет, тот как бы тому будет хуже, грубо говоря. Морс436. Приветствую в ВВЧ. Как лучше всего называется чел, который любит свой народ? Националистов мочат. Народники устраивают теракты в 19 веке. Патриоты любят страну, а не народ по идее. Но вот наши коллеги из Медузы предлагают слово «Рашист». Sophisticated Mind. Сегодняшняя Россия. Страна хлопков, пожаров и отрицательного роста. И спецоперации, конечно. Здравствуйте, дорогой Sophisticated Mind. Светли Монат. Олег, как смотрите на идею перепоста колонок с Репаблика в платный канал? Это называется воровство. Извините. Чтобы ваши колонки были одной лентой, не надо было Репабликски выискать по бесплатному каналу. Я отдаю, продаю свои колонки в Репаблик. Хоть они сейчас и без паевола. Но читайте, нет. У меня же канал Кашем Гуру. Там он жив, как бы, и все хорошо. Дан Мельхиор. На прошлой неделе нам в стриме про колонку Капрокора. Большинство писало, что трофеи на войне это нормально. Но колонка была буквально про то, что вот война, и как хорошо можно снимать с тропофобов. Да, разумеется, разумеется. Это было абсолютно омерзительно. Меня тоже удивила реакция аудитории. Да, откуда пошло, что Мишустин армянин, а потому что Симонян его первая похвалила. Это как с женой Собяниной. Если помните, Ира Бордюр. Я знаю жену Ира Бордюр, да. Которая, соответственно, вот в Тюмени у Собянина была жена, которая клала бордюры. Понятно, что никаких бордюров не было, но у мэра Москвы должна быть жена, которая осваивает бюджеты строительные. Спектрер, добрый вечер, ОВС, сегодня у Ефа лишили Миллера право, наверное, поиграть, любимая газпромовская игрушка в Европе на самом высоком уровне до середины следующего года. Вы знаете, вот я все пытаюсь, это как Масленников и Дашкевич. Успоминаю каждый раз непосходящий момент. Хочу сделать подборку, ну вот как будто бы такое художественное эссе, да. Какие-то общеизвестные вещи, там слова, цитаты, стихотворения, где я их впервые узнал, да, что-то в стиле фильма «Миллионер из трущоб». И вот, да, я помню, как я узнал название, значит, футбольного клуба «Зенит» ленинградского из книги писателя по фамилии Геневский «Парусам нужен ветер». Это, ну вот, есть такой жанр, почему-то мне в руки довольно много такого рода книг детских попадало. Детское, ленинградское отделение издательства детской литературы печатало много, видимо, разных, там, писателей, диссидентов, тонконформистов и так далее, которые вот халтуря, там, друзья Бродского, да, я не знаю, был ли это Геневский другом Бродского, он типаж, да, там, Бродский, да, Владов, зарабатывали, пиша, бессмысленные детские рассказы именно для ленинградского детской литературы. То есть там масса, как бы, книг абсолютно ни о чем, типа, мальчик Вася пошел там с дедушкой погулять, да. Вот, и, соответственно, тоже, вот эта книжка про «Сам нужен ветер», и я узнал из нее, во-первых, строчку Рубцова, вот то село, на таком вьются тучи, оно село родимое и есть, и при жизни Рубцова, по-моему, это довольно мощный, как бы, ход, да. Вот, и из того же рассказа узнал, значит, там, один говорит, я болею за зенит, а другой ему говорит, был когда-то ваш зенит очень даже знаменит, и теперь игра в зените не игра, а извините. И вот мне было лет пять, приехали родственники из Петербурга, из Ленинграда, я даже догадываюсь, какие. Вот, и я при них это прочитал, и они все хохотали. Свободу Габышева, говорит Марат, духи жить не дадут, пока шаман в неволе у. Да, Спектр-Р, боюсь ЕС, сам того не понимая, выдал индульгенцию на отключение себя от газовой трубы без каких-либо вы переживаний со стороны неминуемого владыки газброводов Сия-Руси. Ну, как говорится, Сизерен, пожар на Казанском пороховом заводе 17-го года. Да, Артеодор, Олег, а вы видели кого-нибудь неизвестного местного на улицах Лондона, Чичваркина многократно, потому что, по-моему, он циркулирует по Мэйфейру, как бы по всем улицам. Вот, а кто еще бывает известный, я, если честно, не знаю. Наверняка видел массу людей, которых знает вся Англия, но тут же помимо там тех, даже кого знают какие-то московские модники, да, есть какие-то звезды реалити-шоу, есть какие-то вот радиоведущие, я рекламу постил, вы можете его любить, можете его ненавидеть, да, но вы, типа, не пропустите его. Вот, наверняка, просто я никого не знаю. Донор Ветер, опять-таки, вот поделюсь, я про это в Твиттере писал. Энтони Горовиц, да, просто у меня закончились детективы, и я уже старый, я уже взял опять современного какого-то, наугад автора. Хорошая книга в итоге, да, и случайно, вчера вспоминал отдельно по линии Нила, что вот там он в лук играл, стрелял, и в нашем детстве был сериал Робин Гуд, да, и я прогуглил, оказалось вот именно этот Энтони Горовиц, которого я читаю, он сценарист того Робин Гуда, который шел в Советском Союзе. Загадка, опять-таки, да, вот Советский Союз, да, совок, там типа, ну погоди, там, не знаю, голубые огоньки фильма Гайдая, да, как так вышло, что в Советском Союзе шли именно BBC-шные мини-сериалы? Почему? Вот что это за, извините, криптоколония? Донор Ветер, 30-го, Гитлер покончил с собой, а 2 мая Лавров обмерил Гитлеру череп, да, Милов Олег, принимайте донаты в гречке, а то подписка на Кашин Плюс не по карману, ну, слушайте, съешьте гречки за мое здоровье, я каждому, кто там обратится, типа, Олег, там нет денег, там нет карточки, все, я готов прислать там очередную статью. В 8 лет Кашиненко начал искать ведьм, говорит Марат, 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 Олег, верни Ша, а Нихсак даже, да, ладно, окей. Олег, страна решала, это уже культ, все культ, Борис Медведев, еще примыкаю тем, кто не считает Юдина умнее Шульман, Юдина видел у Гордеевой, Труизма и Пафос, все концептуальные наработки слизаны у других спикеров, у Шульмана хотя бы в голове по полочкам, ладно, не настаиваю, тут тем более помножено на мое нейтральное отношение условно к Юдину, да, и не любовь к Шульман, хорошо, я верю вам, конечно же, Борис. Профессор Бродобрей, Гитлер, еврей, это старая байка, фейк, на самом деле чешский, у него корни, давайте прямо, Гитлер был русский. Морс 436, почему такая национальность, как русский, звучит, как имя прилагательное, есть ли аналоги этому, о, дорогой Морс 436, в любом языке, в любом языке. Марат Поебельник, день тяжелый, Марат сегодня выходной. Да, 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 Олег, какие вам нравятся цветы, посажу в вашу честь на клумбу, предъядерную клумбу москвича, вы знаете, да, Плэйду Айдол, почему Плэйду Айдол изменяет родине, потому что он продает нас Турции. Посадите нас Турции, в моем честь, мне будет приятно. Вау-вау, Олег Владимирович, Запад нам не поможет, но как мы справимся без плана Маршала, можно отдавать пакеты акций нефтегазовых компаний, ядерное оружие, какие-то, может быть, даже земли, так и справимся. Кулас, вру, конечно, не все, Букмарк Педриков все еще крутую, рисует картинки для Майкла Наки, нет, не рисует Марат, да, ну, это невозможно, по миллиарду причин. А Марат Винокурова, как Баронова, дрейфует по следу Поклонской, от края до края такая прорубь, фу, а над прорубью, как утес, стоит Марат. А я в проруби, это, купаюсь. Ё-моё, концентрация войск и спецсуры в Херсоне с МСК не сравнить. Аргумент. Иван М, не кажется ли вам, что эта ситуация напоминает серию Симпсонов и есть ли колонка на эту тему? Будет, будет. Зиберзидер, знаете, да, папа, а был 37-й год, не было, но будет. Зиберзидер, Марат, российские клубы полностью исключены из Еврокубков. Ура! Балтий чемпион Айдас. Всем свеки в этом чате, считаю в последнее время регулярно Гиркина, Стрелкова и все больше поражаюсь абсолютной философской нищете этой публики. Откуда же нам ждать новую русскую идею? Кашин Плюс, подписывайтесь, там мы её выработаем. Вильфрас и Академич, что бы вы посоветовали олигархам поддержать войну и потерять все свои активы на Западе и будущее, либо осудить и потерять всё, что заработал за жизнь в России? Я, тот ещё советчик олигархам, Марат Поклонская от Украины к РФ теперь обратно, Баронова от Менингов, от Крывахина и Арти теперь обратно, но и Винокурова всё было отлично, пока не пришёл. Навальный, какая пошлость? А какая пошлость, Марат? Какая? А я вам отвечу, Марат, какая пошлость? Звенящая! Звенящая пошлость, Марат! Морс 4.6, колос тогда никому не обидно. Никита Бекасов, мне этот стим напоминает видео, где Медведев шутит, а вот мем с Бэтменом, да? Ягуар Цискоридзе забавный, раньше был. Донор Ветер вся хрюковина, не стоит, а одной слезинки штребана. Анкл Дэд Поклонская прекрасна, абсолютно, мне тоже. Она нравится, Сизерен, та самая Канделаки, у которой русских нет, да. Ай, да, саприс, наш другая, да, саприс, да. Вообще убедительная формировка, я верила в гуманизацию режима, я ошибалась, если без иронии, разумеется. Ну, у многих такая формулировка, в какой-то мере даже у меня, вот, ну, люди могли верить, могли ошибаться, убедительная. Хотя, опять-таки, смотря на кто на том конце провода, да, потому что есть люди, которых нельзя убедить. Марат, да, ха-ха, Поклонская, молодец, Игорь Владимирович Кринжинян, господи, помилую разумную от всех мороков психических. Также, Марат, я говорил, да, что если я рекомендую какое-то кино, да, я рекомендую кино, окей, оно хорошее. Но если я рекомендую человека, Марат, вы знаете, что делать. Роман Голованов клевый и другие официальные лица. Ай, да, так, 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 ставьте лайки, если у Кашин. Да, ставьте лайки, на самом деле, дело хорошее. С Канискин, Проконошенкова и 3,6 рентген уже шутили? Нет, Андрей, решение ранения провергло МВД Украины. Хорошо, новичок в чате, дед на стриме, ВДВ целиком положили на Украине. Посмотрим, кто будет на параде. Евгений Лобанов, дайте положняк по Кунгурову и Несмьяну. Читайте, читаю их постоянно, не первый год, тоже поглядываю. Но, что называется, недостатки их очевидны. Помните юзера Нотерфренд, да, Арсений Котов, которого посадили в тюрьму в Египте, его довольно оперативно спасли, а потом, соответственно, российский МИД его парит сазал, что вот мы его спасли, а он, пидорас, типа, иронически отозвался о посольстве, которое трубку не брало, да. Вот, сейчас у него прямо война, у него очень много, это юзер про, ну, эстетику и беней, как говорят, да, и сейчас у него прямо война, большая аудитория, большинство англоязычная, и у него война в его инстаграме, потому что он зет, тоже, конечно, пронзительно. Морс 436, Олег, насколько неотложная была реформа русского языка в 18-м году, как считать, каковы ее причины? Причина, уверен, буквально уничтожить русскую культуру и перепрошить, да, массовое сознание. В общем, удалось. Комфи, козелый, даун и релакс, все началось из-за гибели Зинича вода. Артеодор, как вам тема с тем, что пролетит генерал Сирии, не помню фамилию, все поправят, дворников, его фамилия Дворников, и, в общем, это была прошлая, даже позапрошлая серия, потому что Герасимов приезжал в Изюм уже поправлять за этим Дворниковым. Ничего не получается. Александр Мищенко о бабушке ничего неизвестно, потому что и властям, и пропагандистам плевать на бабушек, дедушек и других простых людей. Да, разумеется. Олли Кэм, мне кажется, Каншин оптимист насчет Поклонской, про то, что у нее есть будущее на Украине, а наоборот, закапывает себя, украинцы не простят ей поддержку русских военных. Будущее в России. Его узнали свидетели на видео из ДЭКа, вы Хрюканину рассказываете. Ну, из ДЭКа, так я еще говорю. Он подтверждает, что он был на СДЭКе. Хрюканина какая. Да, Кашинок, Кашиненко, Шаломове, Марат, да. Здрасте, куперайтер, Айдас, бабушка, инструмент тихой легализации красного флага. Я уже говорил об этом в стриме, вы, наверное, пропустили, Айдас, потому что вы уходили довольно надолго. Было бы логично оставить Дриколор оппозиции, а кремлевские вернут красный флаг. Так, из Дриколора опять сажать и признать Дриколор нацистской символикой. Например, Александр Рейф, ну, крышка багажника явно куплена. Была, ну, кто воровать-то и будет куплена в Мозоре, какой там области, Гомельская, да, Белоруссия. Марат, свидетели из Бучи, узнали одного на сумевшем видео. Такая версия изначально, вы где инфу берете в методичках Кириенко, да, Зинаида Кириенко, известная советской артистке. Жигит Муратов, здрасте ОВ, как писал псевдо-недописатель Айтматов, самая сложная человек для человека, каждый день оставаться человеком. Спасибо за вашу человеческую позицию и стримы. Жигит, спасибо вам, но при Марате мы о Чингизе Айтматове не говорим. Извините, путинизм, Александр Реев, в Белоруссии реально много старых европейских ведер, я там другану капота древнего пассата, прикупил бы. Самый дефицитный капот, по моим данным, это от москвича Светогор, по-моему, да, который проапгрейджен из 21-41. Комфи, козелый, даун, релакс, белорусы тоже не смогли прокачать Лукашенко, они тоже рабы к дебильному аргументу про рабский менталитет. Вы меня спрашиваете? Я не знаю белорусов. Так, 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 так. Чат улетел. В большом количестве чат улетел. Так, 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 так. Ой, сколько он улетел, а время это у нас, да, а-да-да-да-да, пьют чай. Итак, Думан, это Фландерса, дорогой Олег, Слався, Кашин, Эстон Аргуревич, спасибо. Джейс, сейчас на тюрьме под Питером, интерьер Крестов, окей. Дэнух, бух-бух, Олег, помню, делился, что странная нога, глава фирмы, господин Галлон. Я также знаю, что нога на иврите, это Венера. Собственно, у меня есть знакомая, которую в советской жизни звали Венера, там Ивановна Сидорова, да, в Израиле стали звать нога. Олег, привет, давай выпьем, не пью. Футбольная лига, безумное здрасте, Дани, иду на концерт Галкина в Хайфе, привет, передать незнакомая РФ, корпорация Амбрелла, Азовсталь, Муравейник с Красной Королевой, так точно. Так, дын-дын-дын-дын-дын, на полке появилась новая книга с флагами РФ, КМБУ. Марат, глаза стои, вы мужчина, Владислав, вы так цитируете свои старые колонки, что складывается ощущение, будто вы всегда были против российской пропаганды, ситуации в Украине, зачем вы тогда дружились с теми, кто ее двигался, Сип Скобеева. Даже в этой конструкции спутник и погром не был российской пропагандой по ситуации на Украине, я на этом настаиваю. Дмитрий Порин, Олег, смотрели фильм, не был связан с официальными властями и не транслировал их позиции. Просветнин, давайте не будем обижать покойного, да? Олег, смотрели фильм, честно, человек из Подольска, нет, узнать не смотрел, да, вы мне давали, но мне давали даже, но я не стал. Айда, сам Дакир Гиркин принципиально пишет колонтаря, на ней Лавров совершенно не разделяя ваших сантиментов по поводу неприличности таких кунштяков. А что, он должен быть нам примером? Дмитрий Андреев, не все, Воложка, это было Агулатова, хозяин, бывший сотрудник в СИН. Хорошо, череп Адика находится в России, а что насчет старого немца в Аргентине, так у него был не один череп, можно догадаться. Дракури вопрос, почему никто Димаш Птифрашки типа санкций не поддерживает, не отличается от санкций, кроме Сингапура. Так, на медни глянул Варламова, давно не смотрел и вспомнил, как раньше в комментах примерно половина кляли и хулили Олега. Сейчас такого не заметил, смена повестки влияет или смена образа, или не заметил. Я думаю, это уже следующая стадия кэнслинга, типа, айда с честь чисто от создателя императрицы Немко сливает страну. Вы знаете, гугля сегодня свои колонки про ковид, я как раз нашел ту, которая заканчивается тем, что, да, императрица не была немецкой шпионкой, но как бы поди, докажи это современникам, да. Андрей Кононенко, добрый вечер, когда Россия перестанет жить мифами и идеями, а просто станет Чехией, как мы уже лет 10 мечтаем в Украине, снова привет из Сум. Привет, дорогие, дорогой Андрей Кононенко, город Сумы, все люди за криптосовки, наверное, Андрей Власов появится, откуда? Какие сигареты? Кушенк, говорит Кашин, мать Бара Красная, Кембрл, Борецкий снял Брат-3, участие приняли сам Борецкий, ну, слушайте, а это смешнее, только потуги пропаганды, отрисать убийство украинцев ссылками на Валентину Матвиенко, смотрите, она украинка, никто ее не убил. Да, но это же и про феминизм дискуссия, у нас есть Матвиенко, Марат говорит, красть и забор, тут все заборы такие. Чтобы делать канал, уже санкции, куда поедет? Так санкции, типа, нет, это арест имущества, которого у меня нет, нет, блокировка счетов, которые у меня есть, то есть буквально какая-то пакость, как бы, да, депортация это другое, ну, куда-то найдется на планете, к этому, к Светову поеду. Венедиктова, генпрокурор Украины, да, тиксотропную лазурь, да, Чехия, так, если Лавров говорит, отчасти для ПУ, отчасти для каких-то контактеров на Западе, слова означают, что Зеленского считают злом, как предателя, ну, да. Значит, кто может стоять за бросящей предистровью, я не знаю, видел в нарезке Романа Голованова, видел спище Дворда Чеснокова, вот, Марат, я вам и говорю, вот, я людей умею рекомендовать. Олег, всегда так четко и быстро формулировали мысли, нет, вы можете посмотреть стримы 2019 года, они тоже клевые, но, говорю я там иначе. Айдас говорит, как, смотрите на нелепые попытки Эдварда заблочить фонд Хаматова и как смело бьет он по предателям и паникерам, мы на эту тему ругались еще в эфирах на радио КП, если вы помните, стримбус будет с Панасенковым не в тех отношениях с новогородников Одесской 2 мая, особенно реакция него заставили лично меня расчароваться в Майдане, после этого я стал относиться к ним, они не лучше пудинских людоедов, вот, из этого же не следует, что надо напасть на Украину и всех убить, да. Артеодор, Олег, а помните встречу Путина со студентами Итана, а что это было? А вот так покуриваем трубочку, да, причем удалили же потом фотки этой встречи с сайта Кремлен.ру, да, типа, она была частная. Что в итоге будет с Филиппом? Загнобят или спустят на тормозах? За ним ставит серьезная сила, не гей-лобби, я имею в виду, русская оппозиция, консенсация перестанет, Францева? Спасибо, дорогая Францева, 100 гонконгских долларов, а русская оппозиция не срется никогда. С кем она срется, тут не оппозиция. В Новочеркасске хейтят депутаты, которые предложат приятную Украину, выделят машин с зен-наклейками, наверное, яблочник, да? Гран-фер, люди с хорошими лицами обвиняют зигонавтов в оргской морали, но формально эти обманутые люди требуют защиты своих русских, борьбы с нацизмом. Если зло притворяется благом, то все не так плохо, но есть нюансы, да, зло притворяется, конечно, благом, но потом прорывается в том, что да, давайте снимем ботинки с мертвого или устроим мангал в Мариуполе. Поэтому, как говорится, позовите Юнемана на стрим, он писал мне параллельно стриму в личку, не знаю, но можно позвать. Далее, как местные относятся к Фолклэндам? Слышал, не любят лишний раз вспоминать. Тэтчер не любит, это я знаю точно, про Фолклэнды никогда ни с кем не разговаривал. Пишась и срязь, я победю, Марат, именно это и есть язык, он живой как жизнь. Не должен ли он быть консервативен в разумных пределах? Тогда, Марат, хлопок для вас. Майкл Чеми, почему Илью Яшину не записали его на агента? Он наш, наш русский Вячеслав Станкевель, стоит почитать Мамлеева. Если да то, что Шатуны, великий писатель, не победю, а держу победу. Ну, это тоже такое буквоедство, нормально. А принцессы мне и даром не надо, чуду-юду я и так победю. Джон Джан Русич задает такой страшный вопрос, что я на него не отвечу. Дон Дьявло, привет, зайка, от зайки слышу. Глеб Дубоносов, Олег, здравствуйте. Какова ваша позиция про шефу Эрмитажа, господину Петровскому? Советский Дипстейт, как бы, со всеми вытекающими этими самыми. Олег, я так и не понял, Камиль Галеев, Айша Галеева, брат и сестра, выясняем. Лавров Армянин, все мы армяне. Как вам Жмелевский, сомнительно к нему отношусь. Что за черный четырехугольник, Павел? Хуявил, блядь. Бузатер онлайн, вы вначале пропустили именно мой комментарий. Случайно, не со зла, простите, пожалуйста, скажите еще раз. Друзья, подписывайтесь на Кашин Блюз, говорит Марат, он прав. У вас включены... Ой, у меня включены интересные сообщения, впервые за годы. Простите, ради бога, причем какой-то прямо глюк. Простите, пожалуйста, все причем. Да, я думаю, пропустил ни одного бузатера. Донец, Русская река. Олег, вы согласны с постом про Джоли? Нам нечего противопоставить Западу, поскольку мы есть Запад. Да, конечно. А в четверг писал про немцев после ВМВ. Неправильно поняли, аначе рассказывают про турков. Я же минуту, как началась ВМВ под лозунгом «Ведение немцев». Ну, слушайте, вопрос, как бы вот эта война, она для нас какая? Если мы немцы, первая мировая или вторая? Если, как бы, скорее всего, первая, да? Владислав, хотел бы узнать ваше мнение, можно ли избежать новых войн, пока будет сильная Россия и русская нас меньшинство в Казахстане, Прибалтике и Украине. Зависит от того, чем это все кончится. Видели вы, то есть, русские, там уже украинские русские перестали быть русскими, очевидно, да? Спросите их, да, и там проведите у них референдум. Вот, про остальных выясняем. Сержи уже, видели в видео с Арестовичем, как он в бункере развлекается, как детей украинских насилуют. Сержи уже, я не смотрю видео с Арестовичем. Денис Воростенко, почему муж Добаев ненавидит эхо, не дадим муж Добаев ненавидит всех. Тэн-дэн-дэн, лайки мутятся, мемасы крутятся. Почему вы поддерживали присоединение Крыма и ЛДНР, ведь это привело к войне. Напомню, да, признание Южной Осетии и Абхазии закончило войну. То есть, после этого, как бы, все успокоились, Медведев не пошел на Тбилиси, и с тех пор мы довольно долго жили мирно. Да, с Грузией до сих пор живем настолько мирно, что она даже Украину не особенно поддерживает. Не надо абсолютизировать, да, типа, ах, границы, они священны. Это как раз абсолютно тоже советское дрочиво. Все обсуждаемо, как бы, да, и все приемлемо, пока какие-то действия не приводят к пролитию крови. Вот такая история. Что за черные... Ну, сказали же вам письма к ближним, да. Соловьев, когда приспичит он еврей, когда надо многонационал. В 90-м году в школе, где преподавал и сдевался на правонучке Брежнева, как я, реберодемократу. Ого, да, серьезно, в смысле, не знал. Ну, естественно. Романер Ролек. Так, есть ли личная приязнь к Гордону? Есть стрим с Гордоном, довольно душевный. На этом канале посмотрите. Погром много мемил про Мишустяна, но это шутка. Как убеждение, что в Одессе живут русские, совмещаются у Ольшанского с тем, что на 2 мая русских убивали украинцы, исходя из его убеждений, как русские русских на 2 мая убивали? Спросите Ольшанского. Тинькова обнулили, Тинькова обнулили. Да, его фамилию можно перевести как лапа. Чью? Мою нельзя. Муждобаев обижен. Так, что Путин сделал с тувинскими шаманами? Не знаю. Так, так, так. Пожар на пароховом заводе не фейк. Чичваркин топил за Путина. Ролики пилил, чтобы за него голосовали. Да, бывает, бывает. Олег, а вы видели, как Лазерсон вас сегодня? Нет, не видел. А про АПанорама был вопрос? Про ДНР или интриги навольнят? Или так себе шутка? Думаю, так себе шутка. По-моему, Панорама, если их, конечно, не купила ФБК, которая сейчас довольно богатая, по слухам. Иван Нико, вы дружите с каналом БП? Ёрничают про 2 миллиона из насилованных немок на Украине. Хуже Симонян. Ну, у них есть, как бы, печальная составляющая артишная. Как бы, там, условно артишная. Не знаю, насколько Симоняновская. Ну, есть, да, надо иметь в виду. Пожар на пароховом связи стал косморазвироваться войной. Стало бы то инцессивнее. Забили на ТБ. Да. Олег, приветствую. Считаете ли вы, что СССР победила бы Гитлера без Америки? Не победила бы, конечно же. Арестович говорит, что Легион России уже партизанят. Мы не верим. И поскольку сегодня так получилось, что вместо лайв-чата я читал топ-чат, я еще раз хочу извиниться перед всеми, чьи вопросы я пропустил. Хочу поблагодарить Марата за его токсичность и вообще за то, что он есть. Спасибо всем, кто здесь был, кто смотрел, кто подписался на Кашин Плюс во время стрима или кто подпишется прямо сейчас. Да, ВК, я извиняю за Павла Кашина, естественно, в смысле принимаю ваши извинения. Да, ничего страшного. Вот, спасибо, спасибо, спасибо. Александру Петрикову гениальному спасибо. И тоже, надеюсь, моя как бы реплика про него не вредно прозвучала. Если что. Еще раз спасибо. До свидания, до завтра. И завтра у нас самый репаблик днем, наверное, тоже, про что пока не придумал. Пока, до свидания, счастливо всем. Подписывайтесь на Кашин Плюс. Спасибо. Субтитры подогнал Игорь Негода.